Добрый день! Сегодня у нас проходит финал конкурса бизнес-проектов HSE 13K, где главным призом будет 13 тысяч долларов. В финал вышли 14 проектов из совершенно разных областей, будь то интернет-технологии, биотехнологии, ресурсосберегающие технологии. То есть все проекты очень разные, и сегодня, надеюсь, мы выберем одного, а может быть, нескольких победителей. Заявки на конкурс мы собирали в течение трех месяцев. Всего было подано 135 заявок, из которых мы выбрали 14 лучших проектов со всех регионов России. То есть конкурс всероссийский, очень масштабный, и, надеюсь, мы действительно сегодня отберем самых лучших. Добрый вечер, уважаемые коллеги! Давайте попробуем быть пунктуальными и начать ровно в шесть. Может быть, там одна-две минуты седьмого. Зачем? Меня зовут Наталья, я на сегодняшний день руководитель бизнес-инкубатора Высшей школы экономики. И ежегодно, уже далеко не в первый раз, мы проводим конкурс HSE 13K. Ранее он был HSE 10K, 10K, потому что приз был 10 тысяч долларов. В этом году мы приз увеличили, конкурс переименовали, и можно, пожалуйста, включить мне проектор. Немножко о самом конкурсе. Конкурс достаточно традиционный, я думаю, что многие из вас с ним уже знакомы, знаете, из чего состоит конкурс и как это вообще работает. Но немножко о наших партнерах. Конкурс HSE 13K является подэтапом большого конкурса бизнес-инновационных технологий, который осуществлен и реализуется российской венчурной компанией. И наш конкурс – это маленький этап всего большого конкурса. Также наш конкурс проходит при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, а также одного из отделений департамента – это Moscow Seed Fund. Очень радостно, так что наш конкурс попал в заключительный день недели предпринимательства в Москве. И такое знаковое, наверное, для нас событие. О партнерах, которые предоставляют призы на сегодняшний конкурс. Это Softline Venture Partners. Я не буду подробно описывать сейчас все призы. То есть во время вручения мы дадим слово каждому партнеру, он о них расскажет подробно. Это Microsoft Best Spark, это компания Right и Global Tech Innovations. Также финалисты получат призы в виде книг от издательства Man Иванов Фербер. И сертификат для IT-шных проектов. То есть не все, но кто-то получит приз от нашего HR-партнера, компания IT-мозг, на подбор вакансий в проект. Так, немножко про историю. Конкурс проводится, как я уже сказала, не первый год. У нас большая история с 2006 года. Когда приз у нас был 5 тысяч долларов, сейчас 13. Не очень быстро, но все же мы растем. В этом году было подано 135 заявок на конкурс. В финал вышло 14. Все проекты отсматривало порядка 40-50 человек экспертов. Все эксперты разные. Кто-то из вас, кто-то из экспертов присутствует сегодня на финале. То есть жюри финала у нас немножко меньше, чем жюри всего конкурса. Но это правильно, потому что иначе мы отсюда никогда не уйдем и будем обсуждать, обсуждать, кто же лучший. В качестве призов, помимо денежного приза и приза от непосредственно организаторов конкурса BIT и РВК в виде пяти путевок в акселератор, который будет проходить летом и осенью в Москве, у нас также есть сертификаты на тренинги, консультации, стажировки. То есть вариантов много. И, как я уже говорила, мы этап конкурса бизнес-инновационных технологий. И сейчас я бы хотела дать слово нашему стратегическому партнеру Moscow Seed Fund Алексею Кострову. Ну, хотел бы первое дело поздравить организаторов, что им удалось забраться от такого известного дня, как финал-конкурс, такого прекрасного. Поздравить те проекты, которые доедут дошли до финала. Готовы презентовать сегодня здесь свои проекты через жюри. Ну, наверное, пожелать, чтобы все-таки та активность проекта, который они демонстрированы в ходе конкурса, в ходе вот таких мероприятий организованных, через расклад, во что-то будет весомая эффективность, чтобы они могли привлечь настоящие инвестиции, настоящих инвесторов. С той стороны, как представитель Макуси Панка, мы запустили программу, представление инвестиций, она работает. В программе участвует 20 инвесторов. Мы уже одобрили 19 сделок. И еще одна информация, то есть тоже на совместно с инвестором, я сейчас прорабатываю с вопросом, можно очень делать стажировки, делать участие расходов на себя. Соответственно, тоже добро пожаловать к финалистам конкурса. Участвуйте в этих программах, можно тоже какие-то вещи, полезные для развития бизнеса. Еще раз поздравляю всех финалистов, поздравляю организаторов. Спасибо за создание такой интересной мероприятия. Спасибо. Чтобы в 6.10 ровно начать презентацию, давайте я пропущу этап про финалистов прошлых лет. Давайте. Сократим наше время. Регламент. Презентации финалистов ровно 5 минут. Мы засекаем таймер. В левом углу от сцены стоит Анна. Она вам покажет, когда будет оставаться ровно 1 минута. Когда вам пора закругляться. То есть внимательно смотрим в зал и по ощущениям, когда осталась 1 минута, на Анну. 14 презентаций. Мы все понимаем, что это много. Давайте попытаемся сделать это без перерыва, чтобы послушать разом. И ребята, пожалуйста, будьте динамичными. И если жюри вам задает вопрос, пожалуйста, отвечайте. И там одно, максимум два предложения на конкретный вопрос. Не надо вступать в какие-то дискуссии с жюри, рассказывать, что-то комментировать. На вопросы отвечаем вот четко. Всего хочется от жюри слышать порядка трех вопросов. Максимально конкретных, максимально емких. И сегодня у нас ситуация такая, что вопросов из зала не будет. То есть если вам очень хочется из зала задать вопрос, то в кулуарах, пожалуйста. Но не в микрофон со сцены. Микрофон ходит только по первым трем рядам. Так, инструкцию по судейству. Мы уже с вами чуть-чуть разобрали. Четыре критерия. У вас у всех на обратной стороне брошюры есть оценочный лист по проектам. Я прошу вас всех посчитать баллы. Так как мы забьем все это потом в большую Excel-таблицу, посчитаем топ-3. И дальше из топ-3 вы будете выбирать победителя, кому уйдет денежный приз с обсуждением. Пока все остальные будут пить кофе в коридоре. Жюри остаются обсуждать все здесь. После последней презентации все остальные участники на 20 минут удаляются, зрители и участники удаляются на 20 минут в коридор, где будет кофе. Все. Кто твитит? Хэштег HSE-Ink или HSE-13K. Кому важен интернет? Справа и слева от сцены стоит BINET Wi-Fi, BINET Wi-Fi 2, BINET Wi-Fi 3 и пароль. Собственно, интернет работает, все нормально. Итак, давайте приступим к презентации проектов. Первый проект – это «Адептив Ленин» – адаптивное обучение. Адаптивное обучение. Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги, друзья. Меня зовут Дмитрий Абакумов, и я рад представить вам проект «Адаптивити Гайд» – это аналитическая платформа и софт-карное решение для адаптивного обучения. Сегодня, в наше время, онлайн-курсы и электронное обучение развиваются чрезвычайно быстро. Мы видим это, что за последний год четыре крупнейших проекта в области онлайн-обучения привлекли больше 100 миллионов долларов инвестиций. Проект «Курсера» – это проект Стэнфордского университета, на сегодняшний день самый крупный проект, растет чрезвычайными темпами. За год проект набрал 3 миллиона 670 тысяч участников, студентов, которые обучаются. Рост количества участников беспрецедентный, и планируется к 2015-му прогнозируется рост до 25 миллионов обучающихся. Но все ли так хорошо в онлайн-курсах на данный момент? Сегодня главной проблемой онлайн-курсов является то, что только 9% обучающихся заканчивают эти курсы, доходят до конца. Мы изучили эту проблему, провели исследования, и главной причиной, первой главной причиной является то, что 36% тех, кто не заканчивает курсы, говорят, что им очень трудно, что у них не хватает времени, и они не справляются с самим курсом, с самим содержанием. 19% наоборот скучают, у них отсутствует чувство челлендж, и они считают, что курсы однообразны и неинтересны. Есть и другие проблемы, одной из них является лень, но о них мы говорить не будем. Эти данные проблемы являются существенной проблемой для монетизации онлайн-образования и для его развития. Но неужели на самом деле будущего онлайн-образования нет? Некоторые эксперты считают, что будущего нет, некоторые считают, что есть. Мы тоже считаем, что будущее у онлайн-курсов есть. И будущее – это Adaptivity Guide, это платформа, которая позволяет адаптировать содержание учебных курсов под индивидуальные особенности каждого отдельного обучающегося. Таким образом, наш проект позволяет персонализировать массовое обучение. Как же мы это делаем? Мы анализируем контент образовательных курсов, мы изучаем трудности этого контента, мы определяем уровень подготовленности и уровень способностей интеллекта наших обучающихся. Затем аналитическое решение посредством модели искусственного интеллекта и современной теории тестирования выдает рекомендации разработчикам контента, рекомендации следующего вида, что необходимо доработать в контенте, чтобы этот курс был усвоен благополучно конкретными микрогруппами обучающихся. Затем разработчики контента вносят эти доработки и уже для новых групп платформа позволяет донести каждому конкретным обучающимся ту порцию на том уровне трудности изложения материала, который будет оптимален именно для этой микрогруппы. Таким образом, посредством Adaptivity Guide мы переходим от массовых онлайн-курсов к персонализированным онлайн-курсам. Что касается монетизации, на сегодняшний день мы видим красным полем обозначена та монетизация, которая возможна в рамках онлайн-курсов. Она строится на том, что из 9% заканчивающих эти курсы, порядка 50% готовы оплачивать порядка 50 долларов за получение сертификата. Увеличив за счет тех обучающихся, как я показывал, которым очень трудно или очень просто количество успешно закончивших, мы имеем возможность претендовать по 3 доллара за каждого обучающегося, который закончил курс. Простите, серое поле не видно в презентации. В данный момент проект находится в режиме активной апробации, который проводится совместно с компаниями Абби и Капси Консалтинг, совместно с инновационным центром высшей школы экономики в компании Алроса. К сентябрю планируется активный поиск и привлечение директора по маркетингу и продаже, для того, чтобы уже в ноябре, после выхода версии, альфа-версии пилотного проекта, начинать проекты уже с компаниями Курсера, Эд Икс и другими. Команда проекта представлена Дмитрием Бакуновым, который является лидером проекта, американским партнером Нейтом Томпсоном, который является консультантом по науке и представителем Соединенных Штатов, и Романом Ранним, который ответственный за работку софта, которая будет организована в рамках компании системного интегратора Envision Group. А также в проекте участвуют специалисты инновационного центра высшей школы экономики. Спасибо за внимание, я готов ответить на ваши вопросы. Проблема персонализации решит повыше... Курсы станут заканчивать больше людей. Сейчас заканчивают только 9% обучающихся, а будут заканчивать порядка 60%. Проблема то, что курсы неэффективны, проблема неэффективности курсов. И для пользователя, каждый пользователь получает тот контент в удобной форме. Мы решаем проблему нагрузок, интеллектуальных перегрузок в процессе обучения, изучения курса. Исследования, которые мы проводили, показывают, что если они выбирают курсы, то заинтересованность в курсах есть. Это было 300 обучающихся студентов России, Италии, Нидерландов и Соединенных Штатов Америки. Потому что большая часть пользователей онлайн-курсов – это студенты в возрасте от 18 до 25 лет. Смысл такой, что цель обучения одна – получить конкретное знание, то есть целевое то знание, которое преподается, компетенцию. Но эту компетенцию можно дать на разном уровне трудности. Одному потребуется дольше времени, чтобы изучить, и более подробные объяснения, более подробные задачи. Другим, наоборот, менее подробно и меньше времени. Скажите, а сколько вы начинали, и сколько вы закончили? Сам я? Я закончил 4 курса, бросал порядка 6. Почему? Ну, тут даже примерно проблема. То, что в некоторых курсах, которые я бросал, мне был необходим какой-то дополнительный материал, предварительный, предваряющий это обучение. И когда в силу того, что массовые открытые курсы имеют четкие дедлайны по сдаче отчетности, ты просто не успеваешь приобрести те знания, которые тебе необходимы, при реквизитах. Теперь, кроме того, вы представляете, да, у профессора, вы считаете, что на камеру выступаешь, то есть, на комплекте, и используете его ваше. Вы предлагаете, что профессор способствует, а он конкретного пользователя, это считает, что я делаю ваше. Нет, не от конкретного пользователя, а мы агрегируем группы пользователей по проблемам. И, конечно же... Но при этом, и за счет того, что количество обучающихся, которые заканчивают эти курсы, увеличится, таким образом, в принципе, издержки останутся такие же. Что касается профессоров, то курсы разрабатывают сейчас профессора совместно с ассистентами. И вот эту работу дополнительную по доработке контента можно переадресовать ассистентам и сотрудникам лаборатории. И, на самом деле, существенно вырастет стоимость подготовки материала. А какие курсы, скажем, на курсе, это какая-то компания? Нам необходимо... Так, необходимы данные. Курсера собирает данные о том, как обучающиеся учатся. Это оценки в процессе обучения. Это... Мы предлагаем разработчикам существующих курсов, что необходимо доработать в этом курсе, чтобы он был адаптивным. То есть, существующий курс может быть модифицирован, активизированный. Я не знаю, какие курсы, которые предложили, стомбулируйте. А кто, сливая аудитория, кому продавать эти дети? Целевой аудиторией является компания и провайдер электронного обучения. Собственно говоря, они делятся по бизнес-модели, делятся, делятся такой прибылью, которая... Скорее, последний вопрос. Вы, с вами, мне кажется, у вас... Мне нравится, я как слушаю курсеры, как прошедшую курсу курсеры. А почему считаете, что вы будете интересны курсеры? И вообще, как вы собираетесь стать глобальными? Потому что у курсеры, как у всех онлайн, массовых онлайн-курсов, есть проблема. Проблема монетизации. С другой стороны, есть проблема, что только 9% их завершает. Именно поэтому мы должны быть интересны курсеры. Потому что наше решение является новым и релевантным для решения той проблемы, которая есть у массовых курсов. Все. Спасибо за ответы. Спасибо. Вам придется расстаться с петличкой? Кликер, Юля. Следующий проект, который поступает, проект «Умный слайд». И готовится к проекту «Эйверик». Коллеги, добрый день. Меня зовут Андрей Синюц. Я директор компании «Имслайд». И мы разработали новый метод диагностики лейкемии, который без преувеличения способен спасти сотни тысяч человеческих жизней. Ежегодно от лейкемии умирает четверть миллиона человек. Более того, лейкемия является главной причиной детской смертности. Проблема в том, что существующие методы диагностики способны выявить лейкемию лишь на поздней стадии, когда болезнь уже прогрессирует и лечение неэффективно. Прямым подтверждением этого служит факт, что всего 4% больных выявляются на стадии профосмотров и диспансеризации. То есть представьте, 96% больных лейкемии не узнают о том, что они больны после прохождения профосмотра и диспансеризации. Мы пытаемся решить эту проблему, и мы далеко продвинулись на этом пути. Мы разработали устройство иммунослайд, чувствительность которого в десятки раз превышает чувствительность распространенных методов диагностики лейкемии. При этом доступная цена позволяет ему стать эффективным средством ранней диагностики лейкемии. Суть технологий в следующем. При лейкемии в крови появляются патологические клетки, отличающиеся от больных клеток, от здоровых клеток, по своему внешнему виду и по специальным белкам, антигенам на их поверхности. Для правильной диагностики лейкемии важно одновременно исследовать обе эти характеристики клеток. Однако сегодня диагностика лейкемии построена лишь на исследовании внешнего вида клеток, потому что определение антигенов слишком дорогостоящее. Наша технология позволяет одновременно проводить оба исследования, по цене, стоимость которого не превышает цену проведения исследования лишь внешнего вида клеток крови существующими методами. Более того, это не просто тест 2 в 1, но так как оба анализа проводятся на одной платформе, диагностическая ценность такого исследования значительно выше. У нас есть готовый прототип, на котором протестировано более 100 пациентов. Наша технология защищена патентами и в режиме ноу-хау. Наш прибор – это прибор для проведения анализа и набор расходников к нему, иммунослайдов. Основную прибыль мы планируем получать в продаже расходников. Наши клиенты – это частные и государственные клинические лаборатории. Выходить сначала планируем на частный рынок, потому что это проще, быстрее. К тому же уже сейчас со стороны крупных игроков частного рынка есть серьезная заинтересованность в нашем продукте. Не побоюсь этого слова, иммунослайд – это прорывная технология, и у нее нет прямых конкурентов. Есть косвенные, они в основном представлены крупными игроками, производителями проточных цветометров, компаниями Бектон Диккенсен и Бекман Культер. Они также пытаются решить проблему неэффективной диагностики лейкемии, однако, как показано на слайде, мы справляемся с этим лучше. Конечно, наличие отличной технологии недостаточно для успешного бизнеса. Нужна и профессиональная, слаженная команда. У нас есть такая команда. Бизнесом руковожу я и Сергей Засухин. Мы входим с ним в список 100 наиболее успешных российских инноваторов. Автор технологии Софья Кузнецова руководит лабораторией в ведущем российском учреждении, специализирующемся на диагностике заболеваний крови. Она также лауреат престижной европейской премии для молодых ученых. Входит в совет директоров и направляет нашу разработку ученый с мировым именем Фазлея Тулаханов. Это профессор МГУ, профессор университета в Пенсильвене, человек с индексом цитируемости Хирша 23. Такой в свое время был у Ричарда Фейнмана. Он также сооснователь компании Гимакор, резидент Осколкова, проектной компании Роснано. В бизнесе нам помогает Игорь Пивоваров, генеральный директор компании Гимакор. За годы работы в инновационной сфере он привлек более 600 миллионов проектного финансирования. Наш рынок это 40 миллионов тестов в год и это только в России. Прибыль через 5 лет оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Нам необходимо 2 миллиона долларов инвестиций или 50 миллионов рублей для того, чтобы доработать прототип до готового продукта, провести клинические испытания и вывести его на рынок. Старт продаж планируется уже через полтора года. Выход для инвестора из проекта это продажа компании крупному игроку, допустим, компании Бэктон Диккенсен, Бэкман Культер. За полтора года работы мы добились значимых успехов и показали эффективность нашей команды. Мы резиденты Сколково, мы представляем Россию из Колтех в MIT в Бостоне на трехмесячной акселерационной программе для инновационных проектов. Мы призеры гранта фонда Бортника, партнеры Microsoft по программе BISPARC. Собственно, вот вкратце о компании. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я, конечно, выбираю бюлотехнику, но мне попало вас хорошо. Вопрос по финансам. Вы показали, что цифры красивые, как все сортапы будут делать. Какую дуру вы рассчитываете? Какой, исходя из всего, рассчитали красивые цифры? Через 5 лет мы рассчитываем на 10% рынка. Я приводил цифру 40 миллионов тестов в год. Это текущий рынок диспансеризации. То есть сейчас диспансеризация и массовый скринг на ликемию проводятся устаревшими методиками. И рынок оценивается в 40 миллионов тестов. Просто это все дети, которые должны обязательно каждый год проходить диспансеризацию. И один из анализов среди всех, которые присутствуют на диспансеризации, есть анализ на ликемию. Это люди, которые работают на опасных производствах. Мы оценивали это, исходя из того, что мы в течение 5 лет закрепимся на частном рынке, в 5 крупных городах, миллионниках. И на государственный рынок будем выходить через дистрибьютора. Уже есть заинтересованность, к примеру, дистрибьютора интернет-сервис. Если хотите, я покажу вам финмодель. Если хотите, я покажу вам финмодель. Скажите, пожалуйста, читаю, что официально, что вы из-за того, что вы дарили сдачных результатов, прошли в шестоку, в упорную, в микросовку. В общем, собрали все эти склады денег, которые на рынке сейчас есть. Какой-то из-за того ребенка вы спросите? Сейчас наша лаборатория располагается в двух ведущих профильных учреждениях. В детском гематологическом центре Дмитрия Рогачева, это построенный Путином и Чалпан Хаматовой, вот такой ведущий центр в Москве, и в гематологическом лучшем центре. Сейчас наша методика еще не сертифицирована, поэтому она не может быть реально использована в широкую. Но уже сейчас врачи обращаются к нам за консультацией. Сами понимаете, как это происходит. Они знают, что методика хорошая, и в сложных случаях приходят к нам, чтобы мы помогли им вставить диагнозы. Да, мы спасли детей. Можно у меня вопрос в продолжение? Предыдущего вопроса действительно довольно красивого, который писали в Панине Динаме, что он воркет, 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 воркет. А за последние годы что я делал на этот проект? Разработан непосредственно прототип, позволяющий автоматизировать процесс проведения анализа. Плюс изначально технология была рассчитана на работу, требовалась предподготовка, чтобы проводить анализ. Там кровь определенным образом модифицировалась, выделялись клетки крови. Мы автоматизировали этот процесс. То есть у нас сейчас есть прототип, который выполняет все в автоматическом режиме. Достаточно нажать кнопку, вставить пробирку с кровью, вставить слайд. И получим результат. Вот это было сделано за полгода. Можно отсюда сначала, потом... Это как я говорил. Сейчас покажу слайд. Слайд это прибор, который проводит анализ и расходник к нему. То есть это продукт, как модель принтера и картриджа. Мы продаем приборы в клинике. Тут существует такой метод, как иммуно-статистическая терапия. И чем это, скорее, на чего отличается? Как тоже тело-антитело, тоже показали микроскопы? Знаете, во многих методах есть тело-антитело, использование микроскопов. Ключевое наше отличие от всех этих методик в том, что только мы, единственные, совмещаем два анализа на определение внешнего вида клеток крови или морфологии и на проведение анализа по иммуно-фенотипированию, то есть определение антигенов. Только мы сумели добиться нативной морфологии правильного внешнего вида клеток, привычного для врача. В распространенном методе мазок крови есть принят определенный стандарт вида клеток, так скажем, врачи привыкли видеть вот такие клетки после определенной сушки. Мы добились того результата, что в нашей методике мы тоже можем предоставить им внешний вид клеток, который соответствует всем стандартам принятой мазицине. Еще последние вопросы. Продолжение следует... Здравствуйте, я Евгений Сметанин, директор компании «ТайТэмик». Мне помогает мой партнер Алексей Чешендаев. Мы представляем платформу для командного взаимодействия игрушек и роботов. Игры и занятия современных детей имеют сильнейший перекос в сторону виртуализации. Это чеват по телеграмме реальности. Настал момент вернуть игры с экрана в реальный мир. Тем более, что существует созревшее психологическое ожидание, сформированное сюжетами типа «Той истории» с и подобными. Надо признать, что современные игрушки далеко уступают видеоиграм по аттрактивности. Они не взаимодействуют, не могут согласованно двигаться, нет командной игры. Казалось бы, и электромеханика, и электроника на достаточном уровне, но они не достают очень важного звена. Требуется простая и точная система взаимного позиционирования. Нужно связать разрозненные игрушки в сеть, обеспечить их согласованное маневрирование и дать средство управления такое же, которое позволит управить так же просто, как управление юнитами в компьютерной игре. Итак, мы предлагаем своего рода робоконструктор, основным элементом, основным кирпичиком которого является лакоматурный блок с размерным кубиком Lego Dukler. Основная особенность конструктора в том, что такой блок содержит встроенный специально изобретенный датчик положения, благодаря которому он может определять координатную позицию любого другого подобного же блока. Один набор содержит несколько таких блоков, плюс опциональные модули, плюс пульт-пойнтер для управления, который работает в логике компьютерного курсора. То есть из одного набора можно сразу создать команду, готовую к игре. Кроме того, тот же конструктор с незначительной кастомизацией является и платформой для разнообразных подвижных игрушек. Производитель берет наш локомоторный блок и надевает свой кожух, который, собственно, и создает образ игрушки. Этот кожух, в свою очередь, может содержать и собственную память, и дополнительные эффекторы, и сенсоры. И таким образом на базе одной платформы создается большое разнообразие игрушек. Но как бы ни были они разнообразны, они используют одну, единую систему взаимодействий и используют единое средство управления в виде либо упомянутого пульт-пойнтера, либо мобильного приложения. Таким образом, имеем прототипированный продукт. С одной стороны, B2C как робоконструктор, с другой стороны, B2B как платформа для производителей игрушек. Соответственно, нашими целевыми секторами являются, во-первых, Educational Robotic Kids. Это сектор, который дал 60-кратный рост за несколько лет до ежегодных 35 миллионов сетов, что свыше полутора миллиардов долларов. И во вторую очередь, это интерактивные радиоуправляемые игрушки, которые ежегодно продаются на 100 миллионов штук. Из полутора тысяч игрушечных компаний развитого мира как минимум 100 выпускают продукты нашей категории, то есть интерактивные. И что касается робоконструкторов, мы ориентируемся на показатель LEGO Mindstorm, который имеет 10% рынка. А прямых конкурентов для наших командных роботов-игрушек мы в настоящее время на рынке не видим. Существующие решения из взрослой робототехники в нашей области неприменимы, потому что они для этого слишком сложны и дороги. Но много косвенных конкурентов, и надо сказать, что это классные компании с классными продуктами. Мы планируем, можем начать продажи уже примерно через 9 месяцев. Конечно, с робоконструктором это проще, через магазины типа робот-шоп. Приведенные цены находятся вполне в принятых рамках. И по результатам первого года мы рассчитываем продать всего 500 наборов, и по результатам четвертого года около 300 тысяч. Это в наших ценах примерно соответствует 3-5% рынка. Точка безубыточность достигается через 2 года. Выход через 5 лет продали стратегическому инвестору типа Bandai, Nintendo или Hasbro. Если вообще выход понадобится, потому что в отрасли есть прецеденты роста компании с нуля до оборота в несколько сот миллионов долларов за 5-7 лет. Мы ищем инвестмент в размере примерно 350 тысяч долларов за 15-процентную долю компании. Мы считаем, что в части разработки и производства команда имеет все необходимые компетенции и опыт. Признаем недостаточный опыт в области продаж, но у нас на этот счет есть хорошие советники. Мы установили эти отношения, может быть, несколько преждевременно, и не педалировали их до тех пор, пока были принципиальные вопросы по разработке. Сейчас этот этап пройден, и мы активизируем контакты для продвижения на мировой рынок. Но про российский рынок я не сказал. Ну, все, неважно. Все, все, закончили. Пожалуйста, вопросы. Спасибо за презентацию. Мы очень интересно, самое интересное представление на сцене, вопросы, которые очень важны. Вы правильно сказали, у вас нет вопроса продаж. Я видел презентацию инженеров, но и предпринимателей. Ответный вопрос за вопрос. Кто ваш клиент? Понимаете? Не какие-то, которые будут первые 500 сетей, а кто ваш клиент, который будет в мире кэш и приводить вас в голову. Я понял вопрос, спасибо. Мы вообще ориентированы на бизнес B2B, на поставку платформы и компонентов. Простите. Тогда мы расскажем на другую лицу. Я не думаю, надо отвечать. А в чем, я не понял, технологическое ноу-хау, конкретно, что за чудесные татчики, да, и немножко какой-то вот инспортовый интеллект у вас есть. Ну, просто пока все, кажется, продукты интересные, но самая технологическая составляющая непонятно, окажется. Очевидно, вы расшираетесь это не так. Короче, где ваши технологические пациенты? Ну, пожалуйста, я приведу пример. Значит, есть известный робот, взаимная индукция. Правильно, за двух метров. Ну, то есть, если друг друга и клиентуют, можно так сказать, существенная часть метода заключается в том, что он не просто определяет точную координатную позицию. Ну, существенная, потому что их много, правильно? Нет, не потому что их много, а один определяет точную координатную позицию другого относительно себя. Да, да. И это, как бы, ваша ухау. Потому что... Это наукау и предмет, и патентованные технологии. Кроме того, способ управления с единого пульта я могу управлять произвольным количеством устройств. Ты, 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 туда. И осуществлять корпорировку. И я почему введу вот простой вопрос. Вот эта технология, определение взаимного положения другого относительно друга можно реализовать разными методами. И ваше преимущество здесь в том, что вы разработали самые дешевые, правильно? Самый простой, безопасный, да, дешевый. Ну, поверь, да. Вот. Нам не понятно. Обычно такие вещи решаются использованием множества сенсоров, нескольких сенсоров. И обработкой, и совместной обработкой. Ваши технологии позволяют очень дешевые. Именно так. Именно так. На основе. Да. Спасибо. Антон Насадов, Вадим, у тебя будет вопрос, не рост? Не вопрос. Не вопрос, не комментарий. Нельзя. Не надо, не комментарий. Ну, все. Нет, давайте, не комментарий. Все. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. 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 Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Следующий проект, который выступает, это электронный повод. А вот готовится проект. Конечно. Спасибо. Всем доброго вечера. Меня зовут Роман Соколов. Я основатель проекта «Электросонар». Это электронный поводырь для слепых. Ну, начну я с проблемы. То есть, по статистике, в России порядка 2-5 миллионов инвалидов по зрению. Из них порядка 700 тысяч, 800 тысяч полностью слепые. Если посмотреть по странам СНГ, то цифры увеличиваются. В странах СНГ до 10 миллионов инвалидов по зрению. И во всем мире 39 миллионов людей полностью слепые. Соответственно, все эти люди испытывают вполне понятные проблемы. Это свобода передвижения. Они не могут позволить себе жить так же, как мы, свободно передвигаться в пространстве, ходить в магазин, гулять по улице и так далее. Всего от 1 до 3% инвалидов могут позволить себе завести собаку поводыря, потому что в России, к сожалению, всего одна школа, которая обучает этих собак. Что касается стандартного способа, это трость. У нее, понятное дело, дальность всего около полутора метров. И существует множество препятствий, которые, к сожалению, не могут быть определены и травмоопасны. Поэтому мы придумали прибор. Электросонар – это небольшой электронный прибор. Я его взял для демонстрации. То есть имеет вот такой компактный размер. Носится в руке. Мы его включаем. И работает по принципу обыкновенного фонарика. Мы освещаем перед собой пространство. Ну, просто вот мы его держим в руке. И он нам сообщает о возможных препятствиях, а также о дистанции до этих препятствий. Работает прибор аккумуляторов. Дальность порядка 8 метров. Что касается конкурентов и преимуществ. Главное наше преимущество – это низкая стоимость прибора. Порядка 5 тысяч рублей. И себестоимость прибора – порядка 1700 рублей. При массовом производстве эти цифры могут быть снижены. Конкуренты в России. Данные приборы не производятся серийно. Приборы зарубежные стоят довольно-таки дорого. Порядка 12-20 тысяч рублей. И, опять-таки, к сожалению, не поставляются в Россию официально. Наш прибор получается дешевым, чтобы любой инвалид с пенсии в 5-8 тысяч рублей смог себе этот прибор позволить. Что касается сбыта, мы планируем в первую очередь продавать приборы через региональные представительства общества слепых специализированных магазинов для общества слепых, которые также есть по всей России и за рубежом. Также к нам уже обратились, мы уже нашли партнеры в регионах, а также в СНГ и в некоторых зарубежных странах, как Израиль и так далее. Ну и стандартный способ – это интернет-магазин плюс специализированные радиостанции для слепых. Также я могу лично добавить, что я был в Европе, в Германии во Франкфурте и в Страсбурге во Франции. Посещал музеи для слепых, общался с представителями общества слепых. Они также еще не видели подобных приборов. Что уже сделано на данный момент? Уже полностью готовы успешные испытания на инвалидов. Собраны предзаказы, порядка 100 предзаказов, хотя у нас, честно говоря, не было никакой рекламы. Выбрано производство. Россия совместно с Китаем. Прибор уже подготовлен к производству. Найдены первые инвестиции как раз на доработку этого прибора. То есть эти инвестиции нам позволили довести прибор до конечного вида. И найдены партнеры по сбыту в регионах, в СНГ и в других странах, как я уже сказал. Что касается команды, я хочу отметить двух людей. Это меня как основателя проекта. У меня был опыт создания интернет-проектов. Один из проектов я продал Яндексу. И Алексей Наниашвили, он как раз помог мне с ранними инвестициями и с продажами. Он является спикером фабрика мыслей. Это подразделение бизнес-молодости. В заключение хочу отметить, что если суди проголосуют за мой проект, все эти деньги мы планируем потратить на выпуск первой серийной версии порядка 100 приборов. Спасибо за внимание. Нет, просто это как один из первых этапов. Сначала Россия, потом постепенный выход в СНГ и потом уже на весь мир. Это же такое требование, аудитория сразу будет очень качественным кладом для заведения. Согласен. И там рынок нам надо больше. А здесь бороться с, к сожалению, ищенством наших инвалидов. И рынок просто спорный, да? А там, ну вот, 1700 и стоимость, 20 тысяч рынок. Вы сами подумаете, инвестор вкладывает в Россию, в которой борьба с бедности будет. Или надо отдать рынок? Я согласен. Я согласен. Россия – это просто как обкатка технологий и массовое испытание технология. Ну, просто потому, что я нахожусь здесь. Это социальная ответственность предпринимательства. Выдерживая. Поэтому в России. Да, Яндексу я дал проект «Паркуйся легко». Вот как раз Сергей Митрофонов наверняка помнит этот проект. Он дал нам очень много советов. Да, что касается массового производства. Вот эта цена, 1700 рублей, это при партии, начиная где-то от 100 штук. То есть при партиях там тысячи штук, десятки тысяч штук, себестоимость будет меньше. Россия плюс Китай. Подождите, пожалуйста, рассказали, с одной стороны, что такого микроэнергии, а с другой стороны, вы бы не знали, какие-то конкуренты, как я услышал. Прослуживаю. Эти рубежи. Эти рубежи, да? Да, вот я говорю, конкретно во Франкфурте и в Страсбурге, там очень крупный музей для слепых, и в Страсбурге общество слепых. Вот они мне, ну, я устраивал презентацию, они таких проектов еще не видели. Кто конкуренты такие? А что касается конкурентов, это австрийский прибор и австралийский прибор. Такой же? По подобному принципу, да, работает. И какие они показатели безважные? Данных у меня нет, к сожалению. Спасибо, что за презентацию. Что за устройство достаточно маленькое? Ну, я как бы такие моменты просто не упомянул. Ну, то есть, на мой взгляд, вполне понятно, что прибор работает, ну, как простой мобильный телефон. То есть, мы его в нужный момент заряжаем, потом мы прибором пользуемся. То есть, больше, чем на день, вполне хватает прибор, ну, заряда аккумуляторов на несколько дней. То есть, никаких затруднений человек не будет испытывать. А пакет есть? Заявка. Ну, во-первых, с учетом российского рынка мы и просто хотим дешевле продавать. Во-вторых, это, да, конечно, технология. Спасибо. Рассказываю Александру, фонт и менеджерс. Вопрос. Вы пытались, вашим спросом, пытаться продоверять на этих стартере? Нет, еще не пытался. Это как раз будет сделано после выпуска первой партии. Вот, как я сказал, порядка ста штук. Первой партии стартеры предназначены. И, ну, на мой профессиональный взгляд, мне кажется, вам будет решить вопрос, ну, как по главному призыванию вашего продукта. И, ну, по-моему, вам советуют другими глазами, может, у нас все прибор. Да, спасибо. Мы над этим думаем. Время на один вопрос 6. Нет, он ни в коем случае не издает звук, потому что для слепых людей уши являются одним из важных органов университета. И для слепых чувств, соответственно, вот эти как раз российские приборы, которые вот есть, которые не производятся массово, это их главная ошибка. Мы используем вибрацию для сигнализирования, потому что уши ни в коем случае нельзя занимать. Человек даже слышит эхо от каблуков. Они носят специальную обувь. А это все на симуляции разные? Да, конечно. Да, в зависимости от расстояния, в зависимости от типа препятствий и так далее. Я просто эту тему прорабатывал совместно с МГУ, с кафедрой нейропсихологии. Как раз очень много исследований на эту тему читал, как лучше коммуницировать с человеком, который слепой. Роман, спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание. Держись, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Евдокимов Павел, я аспирант Московского государственного университета. По данным Американской академии хирургов-ортопедов ежегодно только в Америке. Происходит около 7 миллионов обращений, связанных с костными повреждениями. Микрофон, говорите, пожалуйста. Извините. Данные повреждения связаны с различными видами травм, а также серьезными онкологическими заболеваниями. Рынок в 2012 году составил около 2 миллиардов долларов и с каждым годом набирает около 8%. В России ежегодно происходит около 100 миллионов костных переломов в год. И потенциальная потребность в материалах для увеличения таких повреждений составляет около 200 тысяч единиц в год. Одна из современных методик лечения поврежденных костей называется так называемый регенерационный подход, в котором имплантат со временем растворяется в организме человека по мере роста новой кости. Кости человека в основном представляют собой органические материалы гидроксиапатит. Именно поэтому современные материалы используют данное вещество в качестве основного компонента для своих материалов. К таким материалам существует ряд требований. Это биорезервируемость, то есть растворение материала в организме человека. Макропористость – это специальная структура вещества, которая не будет мешать росту новой кости. И достаточная прочность на момент этапа имплантации. В настоящий момент на отечественном рынке представлено большое количество зарубежных материалов и очень скудное количество отечественных компаний. И несмотря на все это, даже цена отечественных продуктов очень высока, но несмотря на все это, помимо цены у данных материалов отсутствует хорошая растворимость, что в дальнейшем приводит к вторичным переломам, а это, соответственно, дополнительные операции, дополнительные затраты и увеличение периода восстановления пациента. Я хочу сегодня представить проект наш 3D-болм, который решит вопрос скорости растворения материала в организме. Во-первых, мы создали биосовместимые материалы, используя основные химические компоненты кости. Мы, по сути, получили модифицированный трикальциевый фосфат. Трикальциевый фосфат – это тот материал, который в настоящее время набирает большую популярность у хирургов-ортопедов. Варьируя концентрацию данных химических элементов, мы можем контролировать скорость растворения. Можем получить медленную скорость, высокую, среднюю. Именно ту скорость растворения, которая необходима пациенту в каждом конкретном случае. Также мы предлагаем создать индивидуальный имплантат, используя современные технологии томографии и 3D-печати. Представим, что пациент получил костное повреждение и потерял большую часть кости. С помощью томографии мы можем определить точный размер, форму данного повреждения. Используя 3D-печать, мы получаем керамический материал, который можем имплантировать данному пациенту. И, собственно, уже готово, и можем проводить операцию. Наш материал является остеоиндуктивным. То есть он способствует росту новой кости пациента. Также он является очень точным. Его прочность в 2 раза выше, чем у подобного трикальцио-фосфата, о котором я говорил, который сейчас набирает большую популярность. И, конечно же, цена. Цена ниже тех продуктов, которые представлены сейчас на рынке. На данный момент мы получили вещество для создания биоимплантатов. Также разработали технологию получения биоимплантатов любой формы. Готовим сейчас патентную заявку. И в дальнейшем продолжим свои исследования, а также предклинические испытания. Модель пациентализации мы видим следующую. Это продолжение НИОКР и создание опытного отечественного производства, а также лицензирование интеллектуальной собственности международного компания. Наша команда представляет собой людей с большим опытом работы в разработке биоматериалов. И за экономическое развитие у нас отвечает Александр Вересов, который имеет 5-летний опыт коммерциализации и разработок Уроснана. Будьте здоровы! Спасибо за внимание. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Ну, пока у нас есть первоначальные данные по поводу, собственно, исследования инвитро. Это исследования на клетках. Мы видим, что у нас на материале происходит хороший адгезий, интенсивный рост клеток. И, соответственно, жизнеспособность не снижается. То есть это первый этап предклинических испытаний. Следующий этап – это модельные животные, ну и потом уже клинические испытания. Ну, он не столь долг, как у фармопродуктов. Дальше, чем диагнозы. Сколько лет? Ну, если фарм оценивать где-то 10-12, то это 5-7. Следующий этап – это создание опытного отечественного производства, собственно говоря. Есть два пути, собственно говоря. Одно пути – это продажа лаборатории клиникам, ну, готовых, под ключ, под ключ продажа лаборатории клиникам. А второе – это, собственно говоря, создание филиалов, которые будут создавать данный материал по конкретному заказу. Ну, и второе – это продажа, собственно говоря, зарубежной компании. Добрый вечер. Короткий вопрос. Вы понимаете, что существуют сегодня обраниченные технологии, в том числе от одежды, но и от урежды? При этом вы понимаете, что ваши технологии для змеи лучше и лучше? Как вы знаете, за счет чего? Собственно говоря, за счет двух факторов. Это использование современных технологий, например, для печати, которая цена в настоящее время резко падает 3D принтеров. И, во-вторых, конечно же, это инновационный продукт. Наше вещество, которое мы получили, оно сейчас нигде не используется. А ну, не так, но-хау. Возьмите, да? У нас есть уже опытный образец. Собственно говоря, технология не совсем прямой 3D печати, а сначала готовится реформа, которая заполняется и потом технически удаляется. Ну, это один из вариантов печати, получения трехмерного объекта. То есть уже есть... Собственно говоря, это фокус. Собственно говоря. Да. Последний вопрос. Собственно говоря, в чем идея? Есть повреждения костей. То есть, например, какой-то участок удален. Ну, допустим, да, небольшой. Мы в эту кость вставляем наш материал с заданной формой. Этот материал способствует на первых порах росту кости. И в этот момент начинает растворяться. То есть, как кость растет, материал растворяется. И в итоге кость, грубо говоря, встречается сама с собой. И получается, пациент имеет только свою кость без каких-либо имплантатов. То есть он удаляется полностью. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Здравствуйте. Меня зовут Федор. Я представляю проект Command Spot. В настоящее время множество устройств подключается к интернету. Причем это уже не смартфоны, компьютеры и планшеты, а устройства, которые изначально не были приспособлены. Так, например, Samsung производит и продает холодильник с подключением к интернету. LG разработала стиральную машину с выходом в сеть. И появляется много производителей, компаний, стартапов, которые производят перспективные сетевые гаджеты. Компания Cisco посчитала, что в 2008 году подключенных к сети устройств стало больше, чем людей на Земле. И футурологи Cisco предлагают считать с этого момента, что мы живем в эру интернета вещей. Вот в этой области интернета вещей работает этот проект. Command Spot – это мультиплатформенный наоблачный сервис для управления удаленными устройствами. В данный момент, на данном этапе мы позволяем активным пользователям интернета управлять бытовыми устройствами из любого места. Многие спросят, зачем это вообще нужно. Приведу два примера всего. Например, вы поставили в детскую простейшую видеокамеру, и мама может пойти на кухню приготовить еду ребенку, наблюдая за ним со своего смартфона. Либо перед выездом на дачу вы можете включить с помощью умной розетки кондиционер, либо обогреватель, и приедете, будут комфортные условия. Чем отличается от традиционных систем умного дома? Тем, что смартфон с точки зрения массового рынка себя немного дискредитировал за это время. Все знают, что это очень дорого, сложно и долго. Итак, решаемые задачи – это видеонаблюдение, безопасность, энергосбережение и некоторые специальные задачи, связанные с питомцами домашними и растениями. Продукт разворачивается в публичном облаке Windows Azure, что позволит получать ресурсы по требованию, автоматическое масштабирование, неограниченное, и автоматическую репликацию для отказа устойчивости. Устройства, подключаемые к сервису – это устройства, для которых производители предоставляют программное обеспечение, то есть прошивки, либо комплекты SDK. Управление осуществляется с мобильных, планшетов или обычных компьютеров. По поводу бизнес-модели. Монетизация – это абонентская плата за сервис, согласно тарифу, розничная оценка на устройства при продаже собственного интернет-магазина и поступление от рекламы на бесплатном тарифе. Ключевые партнеры в компании Microsoft – производители устройств и при продаже сервис-провайдеры. Каналы продаж – это, прежде всего, продажи через сайт, через интернет. Это продажи совместные с партнерами, с производителями устройств и продажи через дилерские магазины. Магазины по безопасности, либо зоомагазины. И основной канал продаж – это через сервис-провайдеров. Наш рынок называется Connected Home Services. Географически мы ориентируемся на Россию и страны бывшего СССР. На первом этапе в дальнейшем планируем интернационализацию сервиса. Объем мирового рынка по данным Accenture – 103 миллиарда долларов к этому году. И евро рынок – 29 с лишним миллиардов. Наша цель среднесрочная – это где-то на 3 года после запуска – это почти 11 миллионов долларов. Откуда эта цифра? Коротко. 6 миллионов активных пользователей смартфонов в крупных городах. 15% – наши потенциальные пользователи, из них 10% – наши платные пользователи. Средняя стоимость – 10 долларов в месяц. Эта цифра выходит. Конкурентов достаточно много, косвенных. Это традиционная система умного дома. Это онлайн-сервисы производителей видеокамер, специальные сервисы. Наше преимущество – это, прежде всего, мы предлагаем экономичные решения для массового рынка. Это быстро, то есть можно купить интегрированные оборудования в любом месте и подключить к сервису. Это универсально, то есть от одного устройства, разных производителей разных устройств. И просто, то есть ориентируемся на подключение из коробки. Здесь мы разрабатываем аппаратно-программное решение, которое собираемся запатентовать. Ну, наша команда – Ольга Морозова, три сооснователя, Ольга Морозова – дизайнер. Спасибо. Окей. Спасибо, это интересный патентат. Вопрос задает. Вопрос первый. Что нового? Так, честно. А второе, сколько это сегодня включено в эту систему устройств? Ну, вот мы… Ну, в данном аспекте, да, три вещи важные. Это цена, как представляется продажа и реальный plug-and-play. Вот новое, мы разрабатываем решение, которое позволяет реально делать plug-and-play на существующем роутере. То есть, как правило, все предлагают покупать комплекты, менять роутер. Естественно, у всех, наверное, есть свои роутеры. Может, дорогие, может быть, там, арендованные, можно бесплатно арендованные. Но вот, как бы, решения обычно такие, что предлагают вам оплатить еще один роутер и подключить конкретные устройства из набора. Вот мы, как бы, предлагаем от этого уйти. И вот это, как бы, ну, наверное, основное отличие. У нас, не успел сказать, сейчас существует прототип, к нему подключено две разных камеры разных производителей и умная розетка. Реальных пользователей нет. На вот лендинг-пейдж, которую мы какое-то время назад, не знаю, там где-то порядка 300 с чем-то людей зарегистрировалось. Ну, не знаю. От тех устройств, которые мы продавать будем через свой интернет-магазин, они будут перепрошиты? Нами. Да, у нас есть соглашение, например, с одним из российских поставщиков, который большой тройки поставляет наших сотовых операторов много устройств, да? У нас есть соглашение, они, как бы, готовы предоставить все протоколы и, соответственно, прошивки. Скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас все перечисленные проблемы, которые были начать презентации решения. Есть устройства, которые следят на книжные занятия, есть устройства, которые регулируют температуру помещения, все это делается через интернет. Единственное, что я в своем доме сейчас могу сделать через интернет, это включить электрический чай, находить в другой комнате, потому что мы на эту бабушку нажимаем. Вот вы эту проблему можете решить? Да, умная розетка с доступом через интернет можно включить. У меня в продолжение. Продолжение. Конкретный есть типовой, где вывод лучше всех других аналогов и насколько он валидирован внешним миром? Какой-то пример конкретный, где вы прям лучше всех других, там, дешевле, удобнее, ДФП? Один конкретный пример. И насколько он проверит, выдержит из клиентов права? У нас есть такая таблица в сравнении с конкурентами. Нет, не сравнение, а конкретный жизненный пример, где вот ничего не работает, а выручит всех по совокупности и дарами. Вот куда вас надо подключать к первым делам? Не вполне понял вопрос. Ну, вот вам просто сказала коллега, что, например, за ребенком можно следить, там, что-то еще автоматизировано. То есть, есть какие-то конкретные кейсы у человека, которые же другими вещами закрываются. Где вывод лучше всех? Какой кейс вы закроете лучше среди на выводах? Ну, комплексно, например. Ну, как вариант, да? Если у человека есть радионяня, есть, допустим, видеонаблюдение, это разные сервисы. Нужно, соответственно, если вы со смартфона, вы подключаетесь к разным сервисам. У вас, соответственно, там... Но это вы не знаете, на самом деле. Либо это умный дом, либо это разные сервисы, как правило. А вы лучше, когда у человека много. То есть, на одном кейсе вас внедрять нельзя. И на одном тоже имеет смысл. А он лучше, чем? Например, когда вам нужно мнеть только одно устройство. Ну, например, вот умный... Я тоже буду вас мучить, да? Спасибо. Станин, вопрос прямо сейчас. Михаил Савантарий, Буран, речь идет на инвестиции. Вопрос такой. У вас упоминало, что 100 миллиардов долларов в рынок. Это рынок чего? Это люди платят за то, чтобы эти устройства были интернетизированы? Или это рынок всех устройств, которые... Да, Connected Home Service это рынок, это маршрутизатор, ну, gateway, выход, да? Это экосистема всех датчиков. Это платные услуги доступа в сеть. Платные услуги обработки данных. И платные услуги систем по управлению этими данными. Вот все это вместе, это вот этот рынок Connected Home Service. Понятно, спасибо. Спасибо. Следующий проект, который покупает «Грэп-3» и который проект на «Или Новый». Здравствуйте, уважаемые потребители электроэнергии. Меня зовут Прохоров Александр. Я представляю проект по утилизации низкопотенциального тепла. Электричество для городской жизни необходимо как воздух. Поэтому при отсутствующем электроснабжении жизнь замирает. Существуют различные источники тепла, известные нам, например, отопительные котлы. Также существует объективная потребность в электроэнергии. Однако не всегда там, где есть тепло, можно получить электроэнергию. Поэтому мы задумывались над вопросом, как это совместить. И в итоге разработали оборудование, которое позволяет вырабатывать электроэнергию из имеющегося на месте тепла. Просто. То есть просто как холодильник. Включил и работаю. Далее я хотел бы рассказать о том, что каждый технологический процесс имеет тепловые потери, в том числе в промышленности. И в терминомических циклах, к примеру, объем тепловых потерь превышает объем полезно использованного тепла. Именно поэтому мы разработали легкое решение, которое просто интегрируется в существующие технологические схемы и позволяет, например, утилизировать тепло от входящих газов промышленного потребителя для того, чтобы осуществлять электроснабжение жилищно-коммунального сектора. Когда мы говорим об автономной генерации и получении электроэнергии, можно, допустим, построить электростанцию на газе или на дизельном топливе. Можно использовать термоэлементы или что-то еще. Наша установка отличает, прежде всего, простота и надежность, а также возможность использования уже существующих источников тепла. Кроме того, хотелось бы добавить, поскольку мы можем встраиваться в существующие системы, мы можем объявить гарантированное электроснабжение ответственных потребителей. Такие, как социальные сферы, больницы, либо, например, центры обработки данных. Разработанная нами технология позволяет выпускать широкий модельный ряд оборудования с единичной мощностью от 5 кВт до 1 мВт и утилизацией температуры от 30 градусов. Основной особенностью нашего оборудования является возможность автоматической регулировки термодинамического цикла для отслеживания внешнего изменения температуры. Что это означает? Это означает, что поскольку мы утилизируем тепло, то есть мы его не покупаем, мы должны утилизировать то, что есть сегодня. Для того, чтобы обеспечивать максимальный электрический КПД из существующего тепла, необходима такая машина. Кроме того, применение керамокомпозитных материалов позволяет создавать высокоресурсное оборудование. Для потребителей это означает, во-первых, использование различных источников тепла, в том числе местных низкосортных топлив, снижение оплаты за электроэнергию и низкие эксплуатационные затраты. Для того, чтобы развивать бизнес, мы сотрудничаем с инженерными компаниями и производителями теплового оборудования, которые прекрасно встраивают нашу систему в уже производящиеся оборудования. Также нам интересно предоставлять энергосервис нашими партнерами и осуществлять аренду оборудования. На рынке оборудования с органическим циклом рынка, как правило, играют крупные западные производители. Однако они делают большие решения, мощностью от 1,5 МВт и выше, и рассчитанные на высокие начальные температуры. То есть их решение поставить в коттеджный поселок технически невозможно, плюс его стоимость. Поэтому в России рынок утилизационной генерации по сути не разный. Его емкость можно оценить минимально в 7 ГВт установленной мощности и примерным объемом на сегодня в 10 миллиардов долларов. Это объем минимальный. Потенциал роста до 38 ГВт. Структура рынка представлена на диаграмме. И, конечно, основными потребителями является ТЭК, прежде всего, где 4 тысячи газоперегащих агрегатов только у Газпрома установлено. И жилищно-коммунальное хозяйство, где 267 тысяч объектов для потенциальной установки нашего изделия. Команду проекта представляют вот такие средства специалисты с дополняющими компетенциями для того, чтобы можно было легко масштабировать бизнес. Для того, чтобы развивать наш проект, мы разработали партнерскую программу для проектных организаций, для сервисных компаний и финансовых и лизинговых компаний, которые осуществляют фондирование энергосервисных контрактов и проектное финансирование поставки оборудования. Согласно имеющимся договоренностям, первая установка должна быть в 2014 году. Ну, инвестиционная привлекательность и структура затрат проекта проведены на слайде. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 95-110 градусов. Значит, рабочий диапазон. Окей, окей. Значит, нам критична начальная температура. Она должна быть хотя бы 70 градусов. Соответственно, если у нас есть тепловой перепад в 30 градусов, то есть начальная 70 градусов, конечная 40, мы уже можем обеспечить 10% КПД. Если начальная температура увеличивается, допустим, до 115 градусов или до 200 градусов, там уже можно обеспечить 25-30% КПД. Поэтому, когда мы говорим о рынке домашнего применения и интеграции с существующими отопительными котлами для коттеджей, там КПД составляет 25-30%, поскольку температура самого отходящего газа в котле высокая. И поэтому мы с одного котла спокойно снимаем до 5 кВт электрической мощности, что более чем достаточно для конкретного коттеджа. Когда мы говорим о жилищно-коммунальном секторе, о пунктах распределения тепла, например, там, конечно, КПД в районе 10% будет за счет маленького теплоперепада и малой начальной температуры. Но на питание собственных нужд, в том числе насосов циркуляционных в этом ЦТП, этого достаточно. Вы должны сказать рассеянное тепло, а вы по-цепому говорите, что тепло, которое генерится. Здесь есть небольшая двусмысленность. Слово рассеянное, оно немного не об этом. Потому что мы говорим сейчас о том, что у нас есть некий источник технологического тепла. Здесь уже сгенерирована прибыль. А вот то, что ушло в трубу, оно как бы объективно ушло в трубу. Можно об этом пожалеть, вспомнить про Венпис и так далее. Мы берем то, что фактически уже ушло, и используем это еще раз. То есть возвращаем хотя бы частично, либо в производственный цикл, либо продаем стороннему потребителю. Очень просто. Мы используем цикл Ренкен с органическим теплоносителем. Ну, во-первых, это всем известный... Почему вы в холодильнике залит пентан, если у вас западный холодильник европейского производителя? В кондиционерах, скорее всего, фреон залит. Зачем? Наша установка выглядит примерно как холодильник. Вы ее один раз включили, и она работает. Да, до тех пор, пока не пришло время сервисного обслуживания. Поэтому, как бы, чем меньше вы о ней знаете, тем лучше оно работает. Так же, как вы используете дома бытовой холодильник. Вы вряд ли его вскрывали. Ну, а с точки зрения техники безопасности? С точки зрения техники безопасности все идеально. Поскольку компания Дюпон сделала за нас большую часть работы, разработала зонобезопасные, взрывобезопасные и пожаробезопасные фреоны, мы просто можем использовать их продукт в нашем цикле. Скажите, пожалуйста, у вас есть вопрос. В чем уникальность вашей решения? Уникальность нашего решения в том, что мы создали турбомашину, которая может обеспечить малую единичную мощность, ну, допустим, для коттеджа. Вам же не нужен мегаватт на коттедж? Такого решения не существует. Он существует. А он продается сегодня? Да. Ну что ж, надо познакомиться? А можно, можно, для другого вашего предложения клиенту? Я вот так понял. Вы говорите, там, тысячу долларов тратил до меня, там, получал там свои киловатты. Теперь, как вы тратили тысячу долларов, у нас стоит длина еще получше, как бы, в отдельной системе энергии, с которой тебе еще что-то надо делать, там, стоунки расстались, и еще как-то. У нас немножко другая бизнес-модель. По существующему нормативному регулированию отдавать мощность сеть достаточно дорого и сложно. Именно поэтому вся промышленность старается всю свою мощность потреблять сама. Поэтому мы, когда утилизируем тепло, допустим, если, в примерах, с Газпромом или с ЦОДами, там стоит 6 дизель-генераторов, да, аварийного электроснабжения. Мы ставим свою установку, и два генератора можно вообще не включать. То есть их можно, во-первых, не закупать в принципе, во-вторых, мы экономим на сервисных затратах, если вдруг они уже стоят. То есть в цифрах это? Ну, в цифрах мы выращаем до 30% обратно в цикл. Соответственно, вы можете посчитать, какой у вас тепловой поток, сколько вы за него платите, соответственно, 30% от этого мы можем вернуть вам назад. Последний вопрос. А вы действительно пробовали, да? Я там, что видел, на сайте, где команда была, там у вас стерилизмитетия, и в сутки жира, могли бы выключить его продовуюсь? Ну, я, правда, в 2010 году как раз закончил, в государственном управлении, в МГУ, я работал в Минпромторге. Немного. Поэтому чуть-чуть знаю, как все это изнутри выглядит. Окей, спасибо. Все, спасибо за вопрос. Благодарю за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте я встану на центру. Меня зовут Андрей Афанасьев, я генеральный директор компании Одином. Мы занимаемся медицинской интерпретацией генетических данных. И делаем это в облачных сервисах. Что мы делаем? Объясню, например. Вы врач-кинетик. К вам поступил больной, диагноз которого вы не можете выяснить. Однако вы знаете, что ваша лаборатория способна прочитать ДНК этого человека. Мы помогаем вам на основе знания ДНК человека сделать точный диагноз и назначить соответствующее лечение. Другая ситуация. Вы генетическая лаборатория. Вы делаете тесты. Однако ваша производительность упирается в анализ результатов. Мы помогаем вам анализировать результаты быстрее и проводить больше различных тестов. Сейчас секвенирование приобретает большое значение в медицине. В прошлом году оно было одобрено американским институтом FDA для клинического использования. Однако пока еще не так много врачей умеет понимать результаты секвенирования. Мы помогаем им. Сегодня для того, чтобы проводить анализ данных секвенирования, требуются специальные знания программирования и информатики. Мы понимаем, что далеко не каждый биолог и тем более не каждый врач обладает этими знаниями. Кроме того, сегодняшние решения основаны на программах, которые предназначены для исследований. Обработка стоит дорого на программных решениях и занимает долгое время. Мы же идем по другому пути. Мы предлагаем простой, понятный облачный сервис. Вы присылаете нам ваши данные, мы даем вам результаты. Альфа-версия уже запущена. Конечно, уже конкуренты пошли по такому пути. Модель предоставления облачных сервисов отрабатывается. Большинство из них находится на стадии бета-версии. И, что характерно, мы сейчас на стадии бета-версии уже работаем значительно быстрее. За 30 минут мы анализируем полный геном человека. То, что конкуренты делают минимум за 3 часа. И стоим намного дешевле. Наш анализ стоит 150 долларов, потому что анализ конкурентов стоит от 1000 долларов. Рынок биоинформатики растет очень быстро. Уже в этом году он составил порядка 5 миллиардов долларов. И прогнозируется дальнейший рост темпом на 25%. За счет чего это происходит? Это происходит, во-первых, за счет того, что генетические тесты одобрены для медицинского применения, и рост только начинается. А во-вторых, это происходит за счет того, что сама технология секвенирования дешевеет значительно быстрее, чем компьютерные чипы. Стоимость падает такими темпами, что это непредставимо. 10 лет назад у нас было исследовано 2 генома, и стоимость исследования стоила 2 миллиарда долларов. 5 лет назад исследование одного генома стоило 500 тысяч долларов. В этом году вы можете исследовать геном всего за 2000 долларов. Конечно, это приводит к тому, что и число исследуемых геномов растет соответствующими темпами. И по прогнозам в 2016 году он достигнет 25 миллионов геномов. Кто наши клиенты? Это врачи, медицинские центры, это провайдеры секвенирования, и это ресерш-центры. Как до них достучаться? Мы рассчитываем пользоваться тремя каналами. Это интернет-продажи, это внутренние продажи, и это прямые продажи, обзвон по клиентам. Соответственно, наши планы. Мы уже выпустили альфа-версию. Ей воспользовалось 5 клиентов российских. Это 2 лаборатории для физтехи, лаборатория в МГУ, и компания Геномед, которая предоставляет услуги по генетическому тестированию. Я возглавляю эту команду. Я работал проект-менеджером в медицинском проекте «Роснана», организовал трансфер зарубежных технологий в Россию, работал в зарубежных лабораториях. СТО в нашем проекте Игнат Колесниченко. Он разработал алгоритмы Яндекс.Пробок, победитель различных олимпиад по программированию. И именно он сделал наши вычисления такими быстрыми. И научным директором у нас работает Валерий Ленинский. Соответственно, наш финансовый план на слайде за счет быстрого роста рынка мы рассчитываем получить выручку в 2016 году в 88 миллион долларов. Спасибо. Спасибо. Ваши вопросы. Разрушение такой вопрос. За счет чего вам удалось рейтокаркулеров по скорости и по скорости проекта? Спасибо за вопрос. Скорость и стоимость в нашем бизнесе связаны напрямую. Чем быстрее мы делаем, тем меньше мы платим провайдерам оборудования. А высокой скорости мы достигли за счет того, что взяли самый современный алгоритм и дополнительно его оптимизировали с точки зрения быстродействия работы на многих машинах отновременно. Отчего можно, пожалуйста? Вы просто натягиваетесь на российский рынок или на самом нерубежном рынке? И второй вопрос, что именно деньги берут? Российский рынок у нас используется только для маркет-теста. Мы рассчитываем работать сразу на с рубежных рынках в США и Европе, поскольку именно на этих рынках есть спрос. Российский рынок – это 3% от мира. А за что деньги? Деньги берем за анализ. По сути, анализы бывают за количество проанализированных данных. Но Вы можете как-то пояснить за анализ? Потому что результат сиклинирования – это последовательность нуклеотидов, а в день мы что ищите? Какие-то свойства нуклеотиды? Поясню. Результат сиклинирования – это даже не последовательность нуклеотидов, это риды, то есть это нуклеотиды, сгруппированные по 100 штук. Эти 100 штук нужно разложить по геному, то есть там от начала до конца, куда они ложатся. Это первое, что мы делаем, это самая ресурсоемкая задача. Затем относительно этих последовательных мы смотрим замены в геноме мутации точечных. Относительно точечных мутаций мы производим анализ по базам данных, какие точечные мутации, не только точечные мутации, связаны с какими видами заболеваний, предрасположенностями заболеваний, чувствительности к лекарствам и прочим. И в результате мы оформляем красивый PDF-отчет и понятный сайт. Вы можете читать информацию? Да? Вообще, на самом деле, вопрос по поводу ваших перспективов роста и так далее. Надо понимать, что физический процесс не стоит на месте. У вас сейчас… Вы можете про ситуацию? Еще много вопросов. Я простите, что вас прерываю. Ну, хорошо. Мы вообще не перерывали. Спасибо. Андрей. Три цифры. Чтобы прояснить вопрос. Первое. На какой процент вы улучшили учительных мутаций? Второе. Какую структуру, стоимость вашего анализа занимает стоимость вычислительных ресурсов? И третье. Какой процент аналогичный человек занимает стоимость вычислительных ресурсов? Начну с конца, с двух цифр. И у нас, и у конкурентов стоимость вычислительных ресурсов – это порядка 30-50%. На какой процент можно? Это труд, связанный с анализом данных, именно с правильными базами данных, с правильной интерпретацией данных. Соответственно, на какой процент мы изменили алгоритм, мне сложно сказать в проценте здесь, поскольку менял его Игнат, но он оптимизирован для работы на параллельных вычислений. То есть мы не лезли в алгоритмическую часть, мы лезли именно в вход, в быстродействие входа. Я правильно понимаю, что у вас расшифровка, да? На самом анализе нет. Правильно. Когда у вас, я вспомню, что вы не правильно посмотрите, в прошлом году, у вас расшифровка стоила 200 долларов? Возможно, вы путаете это с расшифровкой точечных мутаций на чипе полиморфизма, в которых порядка 100 тысяч штук. Где вы предполагаете сломать? Анализ будет производиться там, где удобно. Сейчас даже российские клиники большинство проводят анализы в Сингапуре. Из-за того, что в России расходники для секвенирования стоят в два раза дороже. Ваш вопрос? А кто будет передавать онлайн для клиники и лаборатории? Клиники и лаборатории. Не возникли ли там проблем с защитой? Проблем с защитой персонифицированных данных не возникнет, поскольку мы не будем принимать данные, нам не будут доступны персональные информации пациента, как его зовут, сколько ему лет, его возраст и так далее. Мы будем работать с... А? А сейчас во всем мире с ним работают не как с персональной информацией. Соответственно, по мере нужд, как только будут приняты законы соответствующие, будет четко определено, мы везем валютные протоколы безопасности, HTTPS, SSL-шифрование, что угодно. Это стандартное решение, здесь нет ничего сложного. Андрей, это стандартное решение. Можно я вас заполнить? Да, у нас вас не держу. Да. Вот здесь. Простите. Вы не на руки, а анализы работаете. На руки и джин-професс работаете. Да. Да, чтобы вы смогли, в том числе и ускоряющую работу, да. Вот ваши преимущества. Да. А, например, это алгоритм и стандартный. Мазетиста и юзерин-профессиста. Проект надо и так рассматривать. Спасибо. 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 Проект Ул-ТОС. И готовится проект в МСС. Угу. Угу. Здравствуйте. Меня зовут Данил. Я представляю проект OpenDoors. Это глобальная система бронирования, которая позволяет гостям моментально бронировать любой объект, будь то квартира, комната или просто свободный диван. А владельцев мы обеспечиваем эффективной системой управления и продвижения для их бизнеса. Я с Питера приехал, и у меня, как и любого из 30 миллионов путешественников, которые передвигаются по России ежегодно, возникла проблема бронирования жилья. И гостиницы, скажу я вам, в Москве очень дорогие. Существующие порталы по бронированию частной недвижимости предложили мне отправить как можно больше заявок различным клиентам, различным владельцам жилья и в течение суток подождать ответа и согласования моей заявки. Это ужасно сложно и неудобно. Эти проблемы на самом деле возникают из-за того, что существуют проблемы владельцев жилья, нерешенные на сегодняшний день. Так у владельцев жилья нет ни одной эффективной системы управления, которая бы позволила им автоматизировать обновление различных календарей занятости на многочисленных порталах и увеличить эффективность управления их фондами, повышая их заработки. Я в прошлом основатель агентства по суточной аренде квартир и прекрасно понимаю эти проблемы. Поэтому, когда мы основали проект OpenDoors, мы создали платформу, которая комплексно решила проблемы как гостей, так и хозяев. Обеспечив гостей моментальным бронированием любого из объектов, владельцам мы предоставили онлайн систему управления, которая позволила им как повысить эффективность своей деятельности по продаже аренды, так и автоматизировать обновление многочисленных календарей занятости. Естественно, для обеих сторон мы обеспечили безопасность взаиморасчетов. Каким образом вообще это происходит? С помощью нашей системы управления владелец жилья обновляет свой календарь занятости, ведет взаиморасчеты с клиентами, взаиморасчеты с партнерами, обладает огромным рядом статистик для управления своим бизнесом, делает это все в онлайне. Наша глобальная система бронирования OpenDoors актуальную информацию о занятости каждого объекта передает на многочисленные порталы, в том числе на наш собственный портал OpenDoorsSU. Мы не первые на сегодняшний день на рынке по суточной арене и естественно мы знаем игроков данного рынка. Условно их можно разделить на западных монстров и гигантов и российских. Ни один из перечисленных конкурентов не имеет возможности нежно вынуждать владельцев жилья обновлять календарь занятости, тем самым гарантируя гостям моментальное бронирование. Они вынуждены каждый раз отправлять заявки. Соответственно, самое замечательное в том, что уже сегодня мы подписали с крупнейшими мировыми игроками соглашение об актуализации их календарей занятости из нашей базы данных недвижимости для того, чтобы на их порталах гарантировать моментальное бронирование любого из объектов, находящихся в нашей базе данных. Соответственно, мы планируем монетизацию с помощью комиссии с бронированием и рассчитываем на 3% с гостей и 3% с хозяев. Мы считаем, что необходимо брать минимально возможную комиссию, это позволит нам, во-первых, обеспечить определенный барьер для конкурентов, во-вторых, наиболее быстрым способом наращивать клиентскую базу. Наш сегодняшний рынок – это порядка 300 миллионов долларов, ежегодно тратящихся на съем и аренду недвижимости в чужих городах на территории России и порядка 120 тысяч объектов на территории России и СНГ, которые сдаются посуточно. На сегодняшний день мы запустили нашу систему управления недвижимостью Open Doors Management System в июле прошлого года для того, чтобы проверить гипотезу о том, что данная система управления будет актуальна для данного рынка. И вообще на этой гипотезе строится наша бизнес-стратегия. Мы запустили продажу лицензий на нашу систему управления, на сегодняшний день заработали более 250 тысяч, продав около 35 лицензий. Мы продолжаем продажу лицензий и запускаем наш портал Open Doors SU. Для его продвижения и запуска на территории СНГ и РФ, ну, Российской Федерации, нам необходимо 400 тысяч долларов. Эту сумму, наполовину этой суммы, наш сегодняшний инвестор РСВ готовы зайти наполовину, то есть 200 тысяч долларов они уже готовы выделять. В команду вошли специалисты из области управления и автоматизации бизнеса. Я в прошлом имею опыт создания и развития агентства по суточной аренды квартир. Наш технический директор Богатырев Андрей, он автор облачной системы управления Open Doors Management System, имеет огромный опыт управления и продвижения IT-проектов. И Кудинов Кирилл, он директор по развитию и владелец… я заканчиваю. И владелец Astro Media Group, это топ-3 компаний по созданию и продвижению сайтов на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Благодарю, путешествуйте больше и дешевле. Спасибо большое, что мы в матче Питерс. Давайте. Мы и так мокрые. Кстати, мокрые вы, потому что мы привезли к вам по горе сегодня. Вопрос следующий. Моментальная аренда жилья. Вы выстрелили как деференциацию вашего бизнеса. А какой объем жилья и что в вашей клинике? В какой ситуации? Я говорю, про моментальную аренду жилья. Посмотрите. Вы меня услышали, Надя? Да, я услышал ваш вопрос. Сегодня огромное количество людей бронирует… Огромное это сколько? 30 миллионов человек путешествует по России, из них больше половины бронирует именно частную недвижимость. Моментальное, я говорю. Моментальное бронирование. Все разное. Моментальное бронирование – это как на букинге, в один клик, а не как на AirBnb в течение суток. Скажите, пожалуйста, на долгую вещь, а обратите внимание, брать деньги из хозяев, из клиентов, из форбинских ресурсов, скажите, почему я могу заплатить 3% если я на Авито найду 2 клика в квартиру в Питере? Авито – это существующая на сегодняшний день доска объявлений. Мы – специализированный портал по бронированию. Еще специфика данного аренды в частном секторе. У вас… Когда там клиенты проявляются? Клиенты, смотрите, что происходит на Авито. Приходите на Авито, ищите объявления, которые вас устраивают, и пытаетесь дозвониться до клиента каждый раз. Первое не устроило, было занято, второе не устроило, было занято. Соответственно, придя на наш портал, вы в буквально один клик узнаете актуальную занятость каждого из объектов, и имеете возможность в один клик, точно так же, как на букинге, вы бы бронировали, например, номер, забронировать у нас. По карточке? По карточке, практически по всем электронным деньгам и интернет-деньгам, которые обращаются на территорию России. Можно? Да. Попрос очень простой. Вы продаете свою лицензию, у Airbnb появляется ваша система, и теперь клиенты Airbnb могут моментально бронировать. Какой вопрос? Продать 35 лицензий, потому что ресурсов не сильно больше, люди, которые на Airbnb никогда не на музыку не попьете. То есть дальше что? Вы продаете 40 лицензий? Смотрите, бизнес не заключается в продаже лицензий, то есть что мы делаем? Нет, смотрите, в чем будет ваше предметное преимущество, когда у Airbnb появляется тот же самый инструмент, моментальное бронирование, вы можете продать? Смотрите, мы продаем информацию, по сути, Airbnb. То есть на территории России Airbnb работает более полутора лет, у них проникновение 300 объектов в Москве против 10 тысяч в Лос-Анджелесе, допустим, за полтора года. Они не могут зайти по... Смотрите, на сегодняшний день лицензию мы продаем владельцам частного жилья, для того, чтобы лишь подтвердить гипотезу о том, что на данном рынке существует необходимость в автоматизации деятельности по аренде частной недвижимости для владельца. Скажите, пожалуйста, на ваших сайтах, вы посмотрите, что в первых сайтах, я бы, наверное, стал бы вашим клиентом, вы спросите, какие каналы продаж, как вы собираетесь вообще продвигать, как дистрициацией вы хотите за клиентом, я вас там не вижу, я сделаю заказ на экономический форум, отменюйте гостиницы, если вы поедете, чтобы... За это направление у нас отвечает Кудинов Кирилл, он за интернет-маркетинг. Так как мы интернет-платформа, мы будем в основном продвигаться в интернете. Соответственно, вы имеете в виду инструменты продвижения? Да. Это классические инструменты продвижения SEO, контекст. Дальше специализированные соцсети. Это, естественно, блог, собственный, как собственные, так и новостные блоги компаний. И обязательно это страницы в интернет-сетях, связанные с путешествиями. А для этого, да? Обязательно. То, что... По поводу... По поводу... По поводу вокзала, можно ли небольшой комментарий? Так как наша система управления работает в онлайне, у нас, вот, например, белорусы, они вышли с айпадами на вокзалы и вместо бабули с объявлением. Они на айпаде прямо принимают заявку, отправляют ее в свое головное агентство. В системе это отображается. Таким образом, они бронируют непосредственно в момент прихода гостя прямо на вокзале. Спасибо. Последний вопрос. Я на самом деле дадил вопрос к теме микрофонов. Ты похожий, например, когда, там, районирование за сутки, там, несколько фонков, и это не работает, что нужно им, наверное, заработать, когда за брониром. Какой процент таких кейсов общего количества бронирования, как нужно ли я сейчас? Я приведу пример из своей жизни. Смотрите, в прошлом году, в июле, мы ездили... Мы, по сути, меняем вообще концепцию и парадигму бронирования на данном рынке. А в мире жизни когда вот по-другому нельзя, когда нужно мгновенно забронировать? Без нескольких звонков, без суток ожиданий. Мне нужно было ехать в Тель-Авив в прошлый год, летом. Соответственно, мы отослали на AirBnb больше 17 заявок. Через сутки я не получил ни одного ответа. И у меня было, ну, по взрывам просто проживания там, кроме как бронировать гостиницу. Не было актуальной информации о занятости жилья. Почему? Потому что мы ехали прямо через, там, условно говоря, по-дни, да? Да. Ну, то есть, срочный случай, правильно? Это в срочных случаях и в тех случаях, когда вам не нужно 15 раз заходить на сайт и посмотреть, сколько... Все, а я ехали. Сколько пришло заявок? Продолжение следует... Спасибо проекту. Учительного посредствия. Следующий проект. Учительного посредствия. АПЛОДИСМЕНТЫ Куда? Вооружите меня, пожалуйста. Мы... Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Владимирович, я сооснователь пенсии. И я с удовольствием вам расскажу о работе, которую мы проделаем на презентации. Очень часто мы получаем от коллег и друзей слайды и тупо смотрим экран, когда девушка пытается понять, что он говорил, когда выступал с этой презентацией. И даже видеодопись не решает проблемы, поскольку даже если докладчик сам решил записать свое выступление, принесет камеру, штатив, микрофон, все наладит, скорее всего у него получится низкокачественный контент типа такого, где докладчика не видно. Или типа такого, где слайд и свечи. Не самую последнюю роль играет то, что видео теряет удобство навигации по слайду. Вы, когда вы смотрите видеозапись выступления, вы не можете удобно и просто перескочить, проскочить какой-то слайд, который вам понятен, и двигаться дальше. Мы подумали, было бы классно, если вы слайд и были разговаривать. И могли рассказать, что конкретно человек говорил, когда этот слайд был на экране. Это объединило удобство навигации по слайдам, по презентации, с возможностью полноценно понять выступление человека. И мы сделали инструмент, который позволяет делать говорящие слайды очень простым. Он называется Bensi. Это мобильное приложение. Я его использую прямо сейчас на своем экране. Для того, чтобы перегружать слайды, я не пользуюсь спикером. Но у меня есть вставка, я могу судить за временем выступления, у меня есть заметки, если я что-то забуду. Но самое интересное в том, что приложение записывает мой голос на встроенный микрофон и транслирует его в интернет с инхрома со слайдами. Так, любой может подключиться, у кого есть специальная ссылка, и увидеть конкретно слайды, который выходит на экране, и услышать, что конкретно я сейчас говорю. Более того, любой, кто подключился, вне зависимости от того, находится он сейчас в этой инвентаре, или подключился он онлайн, можно задавать мне вопросы, которые я буду получать прямо сюда. Когда я закончу выступление, по той же самой ссылке будет доступна запись на выступление в формате говорящих слайдов. Мы ориентируемся на рынок США, где презентации стали уже фактически стандартом обмена знаниями для людей. И мы видим наших пользователей, профессионалов, чья работа состоит в том, чтобы делать презентации. Это учителя, бизнес-тренера, эксперты и так далее. И исследовая, и проведя базовые исследования, мы выделили более себе с половиной миллионов таких коллективов. Мы используем простейшую бизнес-модель. Это премиум. То есть, если вы используете, вы можете использовать положение бесплатное, но если вы используете их слишком много, ваша желает зрителя увидеть рекламу, или вы будете платить пропорционально использованию. А если вы будете зарабатывать на своем контенте, вы будете делиться с нами прибылью. И вы увидите на экране среднюю оценку дохода с активного курса. У нас интересная стратегия продвижения. Она основана в партнерстве с организаторами мероприятий и конференций. Мы считаем, что если человек увидел в Пэнкси на данных мероприятиях, например, так вот, и пользовался им во время выступления, то с некоторой вероятностью он продолжит использовать Пэнкси в своей дальнейшей деятельности. Говоря о конкурентах, наш ключевой конкурент – это слайд-ширя, который сейчас фактически позволяет людям просто поделиться своими слайдами с другими. Мы позволяем добавить к этому звуковую дорожку, которая позволяет более полноценно понять суть выступления. И сравнивая, и важно отметить еще то, что благодаря нашему формату слайд-ширя, мы примерно в 100 раз дешевле по себестоимости наших конкурентов. Мы начали в декабре, с тех пор мы получили первых пользователей, очень плотно с ними работали, сделали очень много выводов, доработали продукты. И сейчас мы входим с приложением для iPhone, которое будет релизоваться 5 июня. Выходим сначала на российский рынок, потом выходим на рынок США на физических пользователей. Наша команда. Дмитрий Дюнбик – наш CEO. У него очень сильный корпоративный бэкграунд, он долгое время работал в Пэнджи. Он сейчас находится в США и занимается нашими продажами. Алексей Петров был задействован в нескольких стартапах, где занимался продуктом, он у нас тоже занимается продуктом. У меня есть опыт малого бизнеса, успешный, и я провожу нашим проект-офисом. Спасибо большое за ваше внимание. Делитесь идеями и слайдами. Спасибо. Владимир Владимирович. Владимир Владимир Владимирович, если вы делали классный продукт, но при этом хотите зарабатывать через рекламу. То есть какие-то зановоучшие продажи самого продукта есть? Можете, поистине что вы сделали? Какие перспективы? и почему сейчас не продают? Первое, что нужно сказать, что сейчас я вижу огромную потребность у экспертов получить инструменты работать со своей социальной аудиторией. То есть, и жилобных какого-то? Ну, можно сейчас, да. Вот. Эти группы сейчас не имеют инструменты, как дать правильный интернет своим пользователям, и мы им дадим такой инструмент. Мы можем сейчас начать их монетизировать, но это замерит наш рост. Поэтому мы сейчас прежде всего фокусируемся на росте, на получении первых пользователей, вторых пользователей и захвате рынка. В долгосрочной перспективе мы будем монетизироваться за счет платного контента. То есть, если вы бизнес-тренер и вы сделали платный какой-то тренинг, который хотите выложить за доллар, вы будете делиться с нами. Либо, если вы будете интенсивно использовать наше приложение бесплатно, то вы будете платить пропорциональный использование. Ну, смотрите, вы наверно наступаете на конференцию. Я предположу, что, вероятно, вы хотели бы эффективно делиться своими знаниями со своей социальной аудиторией, ну, допустим, на Facebook. И у вас... Ваши подписчики на Facebook. То есть... Вот. И... Сейчас единственный нормальный способ, который вы это можете сделать, вы можете выложить им в вашу презентацию без вашего голоса. Мы позволяем вам без особых усилий, просто держа в руке телефон в высокое время выступления, выложите им в голос. Например, флик, справа, да, да, когда конференция выступает, кто-то платит, потому что прийти по ссылке, да, я выкладываю в Facebook, у меня фидком подальше с конференцией выкидывают, потому что я не думаю, что... На этой конференции, конечно же, недопустимо, но в большинстве случаев такие конференции имеют профессиональную видеосъемку и так далее. Мы говорим о более небольших мероприятиях, допустим, вот сейчас мне организаторы мероприятия вряд ли запретят выложить мое выступление в сеть. И, наверное, любому у вас, да? Вот. И таких мероприятий очень много. Грубо говоря, если вы сами организовываете свое выступление, вы точно собередете запретить вопрос. Спасибо. Спасибо. ... Продолжение следует... 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 эксперт в бутылке и Элья Дороган, эксперт в звуке. Значит, чем происходит тестирование товаров? Во-первых, мы очень часто набираем критерии, которые мы тестируем. То есть мы выбираем только те критерии, которые действительно важны для потребителя. И в этом плане мы работаем сначала с бенчмарком, то есть с западными компаниями, которые тоже самое делают. Затем мы говорим с экспертом, и затем мы на фокус-группу проверяем действительно, мы отвечаем на вопросы, которые важны для потребителя. Следующий шаг – это отборка методологии, тестирование этих критерий. То есть, например, мы смотрим, кто, как, например, производитель смогут быть, consumer reports, потребитель, штук-групп, тест и так далее, и подбираем те, которые на нас взяты более активно отражают в реальность. Сейчас, к концу 2016 года, мы сейчас запустились, мы уже тестировали товары, сайт будет запущен в августе. А к концу 2013 года планируется покрытие в хай-теке, который будет самым большим на рынке. Самый интересный пример – это телевизоры. Телевизоры сейчас составляют, например, в 24% забрала в хай-теке, но фактически нету их анализа в интернете. То же самое в годовой технике, ну и в детском питании, в детском товаре, как я уже сказал, игроков нет. На сайте это будет выглядеть, когда можно будет смотреть как максимальный балл, как общий балл данного товара, так и отдельный критерий, аранжировать по отдельным критериям, потом кликать на товар и читать подробный обзор. И уже сейчас, как мы видим, у нас очень будет фонарь результаты тестов, которые мы проводим. Вот, например, персил оказался худшим порошком, при том, что он самый дорогой на рынке. А вот, например, бимакс стоит на 30% дешевле, но всегда это лучше. Планы по трафику у нас очень высокие на этот год. Трафик покупной, понятное дело, потому что мы должны потребителям показать этот продукт. Вот, ну и, соответственно, мы планируем выйти с крупной компанией, закрыли первый раз в конце 13-го года, в открытии число 3 миллионов. Переходим к вопросу. Да. Спасибо за рекламу экспертов. Я не думаю, что стоит инвестировать в доклады экспертов. На самом деле, если товар хочет что-то, я не сфотестировал, мы сами его там должны пить. Это первое. Это как вопрос, это комментарий, да? То есть, мне очень понятно, у вас какие-то мысли, свои эксперты вам сказали, что у вас друзей, которые решили объединить и заработать деньги. Это хорошая мысль, это хорошее видение. Надеюсь, инвестиционно в основном очень нет. Можно я отвечу на вопрос? Отвечу можно на вопрос? Потому что здесь есть вопрос. Смотрите, эксперты, которые я показал, это партнер-эксперты. То есть, они постоянно у нас не работают. Почему мы не нанимаем людей с опытом, которые сейчас пишут постоянно? Потому что никто, на самом деле, правильной методологией математически не анализирует товар. Вот простой пример. Можно проанализировать производительность компьютера, смартфона и так далее, очень точно. Ну, вы знаете, там, бенчмарк есть и все остальное, да? И мы ведем категорию вот таким научным подходом, а эксперты нам отвечают на определенные вопросы только. То есть, мы в выработке методологии и подходов, мы общаемся с ними. Но потом все остальное происходит в хаус. Нет, финансирование не за счет производителей. Монетизация, ну, там, четыре механизма монетизации. Первый – это медийная реклама, то есть, это то, чем монетизирует российский интернет. Второй – это платные подписки на категорию товаров, где люди готовы платить, например, детские товары. Третий механизм монетизации – это консалтинговые услуги по тестированию товаров, да, там, услуги товаров и так далее. И четвертый – чуть позже мы будем продавать монетизированные аккаунты производителям, чтобы они напрямую могли отвечать на вопросы потребительских. У меня вопрос. Вам известны западные конкуренты, которые работают в данной модели успешно? Мы хотим постепенно это внедрять в тестовом режиме, смотреть, готовые люди платить, но изначально мы не будем это делать, потому что мы хотим показать право людям. — По USFace, по revenue? — Да, знаю. Consumer Awards примерно 300 миллионов долларов в год. Revenue. Witch — это британский аналог примерно 250 миллионов в год. Stichenghorn — это немецкий аналог примерно 250 миллионов в год. И, например, в Бразилии тот же, если недавно появился, такой же, как мы, их сайт фактически, про тесты, у него 10 миллионов долларов в год. То есть на западных рынках модель экспертной оценки более распространена, чем в Яндекс.Маркетах. — Отсюда вопрос. — У меня оценка был тот же вопрос. По маркетингу, вы делаете маркетинговые исследования, да, называете F&D, при встрече сайта, а вы будете создавать? — Ну, я вот как рассказал, то есть сначала это реклама на сайте, как и на других российских сайтах, а потом будем модель подписок внедрять. Это идеальный вариант, когда потребитель только платит за информацию. Но сейчас мы уже не работаем с производителями вообще. — А кто только не пять вопросов? — Да, один. А как будет всю историю маркетинговых исследований? Вот несколько экспертов у вас есть, а дальше что? — А, нет, дело не в экспертов, а дело в рынке. — Нет, чтобы это все было? — Нет, дело в рынке. Вот вы на рынке сейчас в России, этой информации нет. Мы сейчас очень глубоко работаем над производством этой информации. Пример детской питания. — Да. — Вы будете делать классный обзор на личное количество? Как это масштабировать? — Ну, во-первых, рынок СНГ очень большой. Начнем с этого, как бы, если мы здесь можем действительно не сказать, как бы, ресурсам, которым мы доверяют, это первый хороший шаг. В дальнейшем у нас один инвестор из Сангапура, он будет, что в Китае такая же проблема и тот же ресурс. — Короче, вы увеличили там количество обзоров и любые руки по аудитории увеличили, правильно? — Ну, мы будем добавлять категории. К примеру, продукты питания, вот автомобили. То есть сначала в рамках рынка увеличиваем категории, а потом это географическое расширение. Ну, как бы указано. — Последний вопрос, пожалуйста. — Ну, мы еще не приступили к тестам автокресов, поэтому я на этот вопрос отвечать, наверное, не буду. Например, приведу подвузники. Ну, просто я не компетентен, я все-таки, как бы, не эксперт. Это было бы странно, я тебя был экспертом. Но, например, подвузники, я вот участвовал в тестах подвузников. Там пять критериев, и они все четко измеримы. То есть это скорость впитывания, влага отдача, то, когда вот молочь садится, сколько влаги пропускает, да, там, на попку. Вот. Сколько подвузник можно максимально впитать, время впитывания, я уже сказал. И наличие формальдегида, например, то есть опасных химических элементов на поверхности и мяркости. То есть это все мы протестировали в лаборатории, сертифицированные. У нас все документы есть. Мы это на сайте покажем. И сейчас уже вам по секрету вот этой маленькой аудитории могу сказать, что, например, мы доказали, что японские подвузники не являются лучшими. Это большое заблуждение. Очень многие пользуются этим, да. То есть для мамочек это будет очень ценной информацией. Они будут переплачивать 200-300 рублей, за качество которого нет. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, коллеги. Надеюсь, что вы не совсем устали. Я вам расскажу про проект Retail Rocket. Перед вами сейчас так называемый цикл зрелости технологий по версии Gartner. На этом графике по вертикальной оси расположены ожидания технологии, которые люди в данный момент испытывают, по горизонтальной оси время. Этот график делится условно на 5 частей. В первой части технологии находится в самом зарождении, все это технологический триггер, затем следует пик завышенных ожиданий от технологии, падение и разочарование от технологии, затем некий склон просветления и так называемый плато продуктивности. Я уверен, что многие не раз на этот график смотрели. Вот в июле 2012 года на этом графике находились вот в таких местах технологии, например, сегодня затрагивали 3D биопринтинг. Он сейчас на самом зарождении. Я показываю этот график для того, чтобы сакцентировать внимание на так называемые предсказатели аналитики, которые в июле 2012 года уже находились в самой правой части этого графика. Это означает, что маркетинг, основанный на большом анализе данных, на бигдата, вступит в мейнстрим, то есть им будут пользоваться уже все менее чем через 2 года. И наш проект создан для того, в том числе, чтобы приблизить этот день. Я представляю личный сервис, который повышает доход интернет-магазинов с помощью товарных рекомендаций. Как это работает? Мы регистрируем основные события, которые отражают интерес пользователей на сайтах интернет-магазинов с помощью счетчика, который похож на Google Analytics или Яндекс.Метрику. Мы анализируем поведение пользователей и на основе этого строим вероятность модели, по которой определяем, какие товары в данный момент наиболее интересны пользователю. И показываем ему эти товары на сайтах интернет-магазинов с помощью наших виджетов или через наш API. В жизни это выглядит вот так. Наверняка вы видели упрощенные версии таких механизмов. Механизмов – это блоки с товарными рекомендациями в карточках товаров, на странице товарных категорий, на странице корзины, когда вам предлагают дополненный заказ. Может быть, такие рекомендации приходят к вам в письмах по почте. Мы строим вероятностную модель, которая максимизирует вероятность продажи каких-то конкретных товаров из магазина, которые вы сейчас смотрите. Эту вероятностную модель мы можем взвесить по стоимости товара, по маржинальности или по какому-то другому приоритету, который нам передает магазин, чтобы максимизировать не вероятность продажи, а выдушку или маржинальность на больших числах. Кроме того, мы строим целый ряд таких вероятностных моделей, профилируя аудиторию и строя модель для каждого конкретного сегмента аудитории, потому что мы считаем, что пользователь, например, Safari на iPad из Москвы – это не пользователь восьмой версии интернет-экспорера из Санкт-Петербурга, и у них могут быть разные потребности. Почему это работает? Мы решаем проблему увеличения выручки интернет-магазина, которая сейчас очень остро стоит, поскольку большая часть топовых интернет-магазинов являются инвестиционными, убыточными, и они готовы на все, только для того, чтобы какую-то дополнительную эффективность получить. Первое, на что мы действуем – это конверсия из посетителей в покупателей. Мы размещаем блоки с товарными рекомендациями на сайте интернет-магазина, по сути, представляем альтернативный способ навигации и помогаем людям найти то, что им сейчас нужно с большой вероятностью. Далее мы приводим дополнительных пользователей в магазин, поскольку то, на что влияет система, является прямыми факторами, которые учитываются при разжиживании сайта в поисковые системы, соответственно, мы приводим больше людей из поисковиков. Кроме того, это средний чек, которым можно управлять с помощью Апселл-кроссового механика. Рынка, как такового, в России пока нет. Несколько месяцев, почти год, на российском рынке работает один европейский проект. Готовятся к выходу на рынок еще два европейских проекта и буквально одновременно с нами запустились очень похожие российские проекты. Основной наш конкурент – это существующие решения интернет-магазинов, которые довольно примитивны и по результату эффективны с основными сравнениями. Объем рынка в этом году мы оцениваем в 165 миллионов долларов. По оценке можно, в стендере, объем рынка увеличится в 2015 году в два раза и в 2017 году. Меня зовут Николай Хребинский. Я занимаюсь онлайн-маркетингом и развитием интернет-проектов более пяти лет. Я работал в таком компании как Акаби, Фолстом Венчуэс, Медиагрупп. За аналитику у нас отвечает бывший директор по аналитике Озона, Вики Марта, который построил рекомендательные системы в этих и других крупнейших магазинах. Наши тесты показывают, что мы положительно влияем на все KPI интернет-магазины, на которые мы встаем. Наш рекорд сегодня – это увеличение выручки интернет-магазинов в более чем в два раза. На этом слайде есть наша KPI. Нам нужно на разработку и маркетинг 500 тысяч долларов. Мы планируем выйти на брейк-вен в июне следующего года. У нас сформирована маркетинговая стратегия. И спасибо за внимание. В зале присутствуют владельцы наших прямых конкурентов, как раз тот самый российский сервис. У нас есть, я так не буду говорить ничего про Кросс, я расскажу про нас. У нас есть 10-летний опыт нашего чрезвычайного сайта в построении таких систем, которые мы превратили в продукт. У нас есть продукт, который использует технологии, который может быть использован как селс-сервис. То есть мы единственные на рынке продукт, который любой человек может прийти, взять, и это не потребует никакого нашего участия. Коль, я знаю, опять, привет. Все то же самое. Если не брать книги на похожие отрасли со спонтанной покупкой, какие отрасли, насколько будут повышать? Спасибо. Значит, у нас есть три ключевые фактора, которые отвечают за отрасль. А цифры есть? А цифры есть, пока цифру назвать не могу. Это не публичные кейсы. Мы на рынке два месяца публично. Не вызывай, а цена на веке? Процент? Процент? От 10 до 70 в среднем процент, в зависимости от товарной категории. Детализировать, к сожалению, это, во-первых, одежда, товары для дома, все, что связано с развлечением. Я хочу продолжить вопрос. Спасибо за презентацию. Интересно. В одной части мы показываем рекомендации, в второй части мы не показываем рекомендации. Мы замеряем KPI по каждому сегменту. То есть это позволяет очень точно выявить наши кейсы. Олег Ковальчик, вы выработали рекомендацию по улучшению аммиграции на сайте. А вот эти рекомендации выработали каким образом, с какого-то стимулятора? Естественно, они все формируются в автоматизированном режиме. У нас довольно сложные алгоритмы. На их обслуживание работает целый парк серверов. Что используется? В основе лежит коллаборативная фильтрация, измененная для... То есть там не как бы... Но если вдаваться в детали, это коллаборативная фильтрация, которая на выходе дает вероятность на модель, которую затем развешивают. То есть в основе лежит фундаментальная математика, которая всем известна. Плюс она адаптирована большим количеством аммигристиков под электронную коммерцию. Основной нашей области. И получила. Ну, может быть, переформулируйте тогда поподробнее. Просто, например, сейчас это для того, чтобы улучшить сервис камера-кода, когда можно улучшать, извиняюсь, это институты, институты. Просто мы вроде уседу, если мы с сервисом используем, это не только для того, а эти агентства, соответственно, но и для того, чтобы улучшить сервисы, а эти агентства, соответственно, если улучшить сервисы, то это понятно, да, что улучшение. А сейчас они понимают, как это работает. Ну, может быть, я вам могу объяснить после. Антон, давай, твой вопрос поставить. Опять про цифры. Вот там, где у вас было от 10 до 70%, а вы не сравнивали, насколько там можно увеличить? Есть ли все какие-то математики, какие-то совсем простые решения, просто не дадали? Мы проводили тестирование на интернет-магазинах, где уже есть некое свое какое-то решение, которое довольно примитивное, там мы тоже работаем лучше. У нас будет? Опять же, на десятки процентов. Ну, понятно, спасибо. Спасибо за вопросы, за ответы. Спасибо. Спасибо тебе большое. Макс, микрофон отдай. И быстрее, только сюда. Держи. Стой. Держи. Ключу вот так. Уважаемые всем зрители, пока уже так, как походим на интернет-магазин, вы выполняете? Все? Все, переходим, пожалуйста. Да, добрый день. Меня зовут Максим Логутин. Сегодня представлю очень классный сервис, на который я разработал с коллегами. Это сайт Секьюр. Это проект по защите и поддержанию для воспроизводства сайта. Я думаю, здесь сидят много людей, у которых есть сайты, которые приносят доход. От рекламы, интернет-сервис, интернет-магазины. Это здорово, что интернет приносит нам доход. Но, то есть, деньги. Из интернета идут деньги. Бывает такое, что на сайте вирус. Но когда мы переходим на сайт, у нас на него скакивает такая вот не очень классная табличка. Ну или бывает, что хостинг недоступен. Естественно, все наши вложения, что мы вложили в сайт, они не работают. Мы терпим бытки. Вредименные, какие-либо иные. Опять же, у нас уходит время на то, чтобы узнать о продавлении, у нас уходят деньги, чтобы ее исправить. А проактивная защита, как правило, для сайтов, это очень дорого и очень затратно в плане ресурсов. По данным лаборатории Касперска, в России, ну, Россия, это самая зараженная страна, то есть, где больше всего вирусов на сайтах, порядка полумиллиона сайтов имеют уязвимость в коде. И порядка ста тысяч, собственно, заражены. Давайте предположим, что нужно, чтобы сделать продуктивную защиту сайта. Это антитивирус, это продоверка черных списков, Роскомнадзора, Google, Яндекс, другие иные. Это резервное копирование, дополнительный сервер, специалист, на который нам все это дело настроит. Но на самом деле мы все это объединили в одном сервисе, создать секьюр. Это уникальное решение, которое позволяет в режиме реального времени практически наследить состояние безопасности и ревоспособности сайта. Она не требует установки ПО, настраивается в три клика. И с клиентами, как правило, мы делаем SLA и представляем поддержку экспертов, потому что есть проблемы, к сожалению, которые нельзя сделать автоматизированно. А большинство функционала на сервисе, собственно, автоматом. Пицца, собственно, пицца, это 500 рублей за раз. Именно столько будет стоить в среднем стать секьюр в месяц. Оплата по месячной модели премиума, то есть ограниченных функционалов. Рынок, по данным CMS-магазина, рынок технической поддержки сайта на цене в 30-20 миллионов долларов. Приростит в 36%. При этом международный рынок составляет 34 миллиарда долларов. Есть конкуренты, которые отжирают эту дурунку мирового. Есть много разных маленьких конкурентов, но главный из них это сайтлог, которому подключено на данный момент более 7000 сайтов и партнеры, которых заработали за последние два года 20 миллионов долларов. Очень хорошие цифры, мы будем с ними бороться. Как будем с ними бороться? У нас очень экспертная команда. Мы все работали на рынке информационной безопасности. Мы их продвигали, делали сервисы, продавали, все делали вместе. Порядок у нас общего опыта на 30 лет. Это уникальные технологии автоматизации, на которые мы раздавали более двух лет. И это русская наговорящая техническая поддержка, так как у нашего конкурента сайтлог она англоговорящая. Собственно, представляем членов команды. Это я, Максим Нагутин. Олег Белов, который участвовал в разработке защищенной архитектуры госуслуг. Это Алексей Лаписович, который занимается архитектурой Spotify. Это Олег на механике, занимается продвижением нашего сервиса в штатах. Он работает в Касперсах и сейчас работает топ-менеджером в Акронисе. Как будем продвигать интеграцию? Мы верим в то, что этот сервис не будет продаваться напрямую так, как будет продаваться через интеграцию. То есть через хостинг-провайдеров, через веб-студии, которые будут на нем держать свои сайты, и через Marketplace, CMS-систем. И вот сегодня новость была хорошая. Windows Azure тоже запустил свой Marketplace, но куда мы постепляемся выходить? Что есть сейчас? Есть рабочий прототип. Мы на нем тестируем текущих наших клиентов. Есть некий стартовый капитал, который нам хватит еще на определенный период времени. Есть воронка клиентов, с которыми мы уже общаемся. То есть сервис сейчас продаю я, продает еще один продажник. То есть мы уже продаем неготовый сервис. И в скором времени, когда будет зарегистрирована компания, будем принимать за это деньги. Что дальше? Дальше платная версия продукта. Это интеграция, в которых мы будем иметь больше доходов. И это экспансия на рынок в Латинской Америке. Почему? Потому что сайты, которые получают доход, как правило, на интернет-магазины. А в Латинской Америке этот рынок очень сильно растет. Наши показатели на 2015 год. Мы хотим занять 1% рынка платных клиентов. И примерно подключить 150 сайтов, которые будут на модели фривиум у нас. При этом мы хотим в России сделать 90 веб-студий партнеров. И примерно интегрироваться с 15-х костинг-провайдерами. При этом я не учитываю выход на страны Латинской Америки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А какой парк функционал, надо ли сказать? Так, так, так. Есть много статистики интересной. Так, так, так. Технология. Вот. Вот это то, что бесплатно дается. То есть с левой стороны, это что платно. Чем больше, чем больше доступ, то есть чем больше нам дают пользователей доступ, там, к FTP, к базе данных, к DNS, тем больше мы можем дать защиты. Чем меньше дают, ну, мы не можем ничего сделать, только базовые вещи. Вот, если у вас, я наше проект, на мой взгляд, зачем вам 12 данных? Ну, во-первых, вы о нем узнали. Это раз. Во-вторых, это проверка. Да? А в день зачем? Деньги никогда не бывают лишними. Извините, конечно, но это правда. С этими деньгами мы можем еще один лишний месяц продолжить без инвестора. Еще? Валентин, команда «Трикинска» сказал. Максим, вы, по-моему, не много сказали все это было про команду сейчас. Можете сказать, что с вашим ведущим проектом стала та же команда или его взорвать? В B-152? Да, у меня есть проект по защите персональных данных, это B-152. Из него остались только я и Олег Михайлович. Вся остальная команда осталась на B-152. Мы просто объединили усилия двух компаний. То есть он живет, как он? Да, вот там сидит человек, на которого продает. С сих пор мы с этим получаем деньги. В нем продолжение, почему вы перепрыгали, где мы всегда все два на новый проект. Первое. Второе, опять, типовый кейс, когда ценнее всего надо и размер проблем у клиента на своих участках и прочее. Вот в типовом каком-то. Да, пример. Почему? Там рынок больше, скажу так. Там гораздо будет больше рынок, заточим из мотоциклем, где рынок гораздо, гораздо меньше. То есть, к сожалению, в B-152 есть слишком переоцененный рынок. Один, наверное, есть прям явный конкурент с большим доходом. Я не очень приятно, чтобы не нашли проект с еще большим доходом. Ну, у нас есть такой, зато уже очень хороший. Вот, реальный кейс. И сайт. Это наша технология, на которой сейчас находяются. Сайт, который вам сейчас всегда нужна? Интернет-магазин. Хороший средний интернет-магазин. Там тысяча, две, три клиента, может, больше в день. Ну, посещение, допустим, не знаю. Вот, это хостинг. То есть, он идет через наше прокси. Очищается от разных DDoS-атак. Nextdoor Injection запросов. NextSS идет на сайт. То есть, я иду через сервер. Бывает так, что что-то случилось с сервером, с каналом, неизвестный сайт, недоступен для конечного клиента. Тогда у нас есть резервное копирование. Вы сейчас не про ту проблему решаете. Про безопасность, там, вирус и прочее. Насколько вы делили масштаб проблемой для этого магазина? Расскажу. Сейчас, пример. Прям банальный пример. У меня есть B1262. Мы делаем много рассылок. Они все попадают в спам. Проверял по черным спискам. Неизвестно почему. Блин. Просто пустое сообщение отправлял там с фразой «Привет». В спам уходит. Думаю, что же такое-то? Что же у меня продоклили-то? Оказалось, что это некосистема. То есть, айпишник у меня был на шаре от хостинга. Он был заражен. То есть, там у меня сайт, на который был заражен. Ныль, на который был в черном списке. Из-за этого я попадал спам. Система помогает это очень легко определить. Грубо говоря. Вот реальный кейс. Ну, это отдельный рынок, а в суббирице, почему? То есть, мы цель – объединить в одном месте максимальное количество полезных функций. Почему? Есть маркет Яндекс, который говорит, ой, сервис недоступен. Есть продоверка на вирусы тоже внешняя. Но в одном месте нет реальной статистики. Нет рабочей панели. Как это есть в сайтской? Вопрос. Вопрос такой. Правильно я понял, что в 2013 году появились заработки 3,5 миллиона рублей в месяц? В месяц. Так, где это? 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. В общем, миллион 200 тысяч долларов. Не понял, еще раз. Не очень масштабный. Я сказал, мы не учитываем рынок в Латинской Америке. Сейчас мой партнер Олег Михайловский там уже нашел партнеров, там развиваемся. Я здесь это не учитывал. Потому что пока для нас там это терринкогнито. Как развиваться, ну куда идти? То есть, на России, на рынке, в слове, на рынке. Ну, это не самые такие радужные, он показал значения. Зачем показать то, что я буду врать? Я поток, но в чем я 100% уверен. Еще один вопрос. Есть время. А вопросов нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо за проект с анайсом. Наконец-то нам расскажут, что мы предоставим. Держите. И вот эту штуку держите. Теперь смотрите. Здравствуйте, меня зовут Ифлов Петр. Я хочу представить вашему вниманию проект с анайсом дубной солнечной электростанции. В мире существует две проблемы. Первая – это как обеспечить мир экологически чистой электроэнергией. А вторая локальная проблема – это отсутствие мобильных источников энергии средней мощности. Ну, на основе этих проблем есть одно решение. Наша дубная солнечная электростанция. Ну, она вот там стоит, немножко сдулась, потому что у нас с ней технически небольшие проблемы возникли. Но вообще это для нее нетипичная ситуация. Она может до полугода стоять в изнутренном состоянии. Кто же наш клиент? Во-первых, нашими клиентами это будут дачники и туристы. Это люди, которым нужна мобильная электростанция. К примеру, у вас, нам нужно обеспечить электроэнергией, вашу дачу или какие-то устройства в походе. Но оказывается так, что мобильных подзарядок для телефонов, которые работают на солнечной батарее, не хватает. При этом вам остается одно решение – это брать с собой тяжелые дизельные генераторы, которые никак нельзя просто перенести с собой в общественном транспорте и уж точно взять в поход. Поэтому основными нашими преимуществами компании является мобильность, возможность перенести солнечную электростанцию с места на место, например, свернуть ее на зимний период, что тоже актуально для наших дачников. При этом у нас достаточно высокий КПД, потому что мы используем концентрированный солнечный свет и мы можем достичь достаточно низкой цены, потому что не используем никаких дорогостоящих материалов. Ну вот, как я и говорил, если сравнивать нашу электростанцию с существующими мобильными решениями, то мы как раз попадаем вот в этот рынок, который чуть больше, чем существующие подзарядки для телефонов, но при этом меньше, чем существующие дизельные генераторы. Наша технология выглядит таким вот образом. Это вот такой шар, который крепится на любую поверхность, закрепляется при помощи растяжек, не требует никаких строительных работ, то есть, когда вы его убираете от него, тоже ничего не остается. И он начинает вырабатывать электроэнергию, то есть, вы его подключаете и, пожалуйста, наслаждаетесь электроэнергией в любом месте. Ну, использование отражающих пленок в данный момент это уже как бы тренд в солнечной энергетике, то есть, очень много компаний, все больше, которые делают тепловые солнечные электростанции и просто как бы большие коллектора, они переходят на использование отражающих пленок, потому что это значительно снижает эти сдержки. Но, к сожалению, мобильных надувных солнечных электростанций пока не делает никто. Ну, наши основные преимущества технологические – это использование сдержек пленок для снижения наших затрат, дальше применение воды для снижения экономических и энергетических затрат для системы позиционирования, а также использование концентрированного солнечного света, который позволяет достичь высокого КПД. Рынок солнечной энергетики во всем мире очень стремительно развивается, но в России, к сожалению, пока всего 0,5%, ну, потому что у нас климатические условия такие. Ну, во всем рынке солнечной энергетики можно выделить рынок технологий ЦПВ, то есть технологии концентрированного солнечного света. Они появились достаточно недавно и пока вот занимает около 5%, но в дальнейшем они планируются занять уже рынок в 10% от всего рынка. В нашей команде есть я, я как бы идеолог, создатель этого проекта. У меня уже более полутора лет работаю в солнечной энергетике. Ну, а за коммерциализацию у нас отвечает наш ментор. Это Денис из Роснано, старший инвестиционный менеджер. А, ну и главный инженер, и Анна тоже у нас есть в команде. Мы планируем выйти уже на продажи, уже к лету следующего года, и начать реализовывать нашу продукцию. Ну, сначала, как я и говорил, мы будем планировать ее реализовывать на дачников и туристов. В дальнейшем мы уже можем выйти на более крупные рынки с более большими потребителями. Вот, мы окупаем наш проект за два года и РЕЖ 56%. Вот, собственно говоря, наш шар, который уже начал вырабатывать электроэнергию в свое время. Вон там пятно, и вот так он выглядит по-анормально. Все, спасибо за внимание, ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В данный момент у нас получен патент уже на полезную модель. Параллельно была сходная заявка на изобретение. Сейчас вот нам нужно подать пести заявку вот буквально там в течение месяца. Буквально. То есть вот мы возвращаемся пока патентами. А здесь, пожалуйста, сколько стоит шарик? Ну, около одного доллара за ватт. То есть это от там 6 тысяч для крупных потребителей и от 10 тысяч рублей для вот частников и дачников. Причем от одного шарика можно одновременно заряжать 20 айпадов в походе. Или, например, одного шара хватит для того, чтобы обеспечить непрерывную работу холодильника на даче даже в нашей полосе летом. Спасибо за презентацию. Интересно. Вопрос такой. Мне кажется, что дачники не совсем тут сильнее. Переносные издания. Но вопрос. Дача у нас пока полу обеспечена. Для походов, мне кажется, у нас все, что надо надеяться, кто правильный поход. А теперь нам определить, кто боятся потерять связь с следующим миром. Какой-то такой комментарий. Спасибо вам. Можно комментарий и вопрос? Я познакомился с Китая, там, говорите, там, просил всех, кто-то входит поход на работе. Ну, просто понять вообще, кому-то эта штука нужна или нет. Ни один человек, просто я не один человек, не сказал, что да, он готов с собой носить. Потому что у меня такая-то, что еще год нужно наливать в этот шар, чтобы там правильно все-то состояние было. Опять комментарий, вопрос. Вы проводили, вы вообще, вы спрашивали у людей, надо ли это, чтобы готовили они ее в компанию, что такое сильнее. Да, ну, скажем так, мне постоянно пишут люди, которые находят меня в интернете и говорят, а можно ли эту штуку уже купить. То есть, такие люди уже есть, да. Сейчас мы запускаем тоже там наш сайт, сейчас доработки, в котором мы будем иметь кнопочку «Предзаказ оформить», да, и мы поймем точно наш рынок. Еще расскажу один пример, то есть, к нам подходил заказчик, который говорил, у нас электричество появится в 2015 году, да, но вот сейчас нам нужна электроэнергия, для того, чтобы обеспечить наш поселок, да. И вот для них мы бы идеальным решением. Смотрите, просто, вы сделали классный продукт, вот он, несмотря на то, что он вздулся, сама идея, прям, ну, по-моему, на глазу, крем, ну, в день. Просто, ну, я бы просто, как вы не стали, я бы просто стоял рядом с медицией, сойдут день, два, неделю дня, поспрашивают люди, которые делают, что вы хотите иметь, по которым они не потратили эти деньги. Ну, мы общались с экспедицией, их тоже заинтересовал наш проект, то есть, они тоже, как бы, им будет это интересно. А что, вопрос? Скажите, пожалуйста. Можно я задаю вопрос? Ой, здравствуйте. Вот, женщины, такой вопрос, пожалуйста, если, допустим, вы сказали, что данный продукт энергии, в общем, в виде получения солнечного цвета, если, условно говоря, дня на даче включили свет, на улице тоже включают, соответственно, света, а что-то нет? Скажите, когда нужно получить свет? Мы специально для таких клиентов, как вы, будем предлагать в комплекте небольшие аккумуляторные батареи, которые можно будет масштабировать от одного дня до нескольких суток, да, то есть, если, например, вы, там, планируете небольшую взять свою батареечку, да, то на одни сутки, да, а если вы хотите, вот, реально, прям, на даче, чтобы у вас всегда было электричество, то берете, там, батарею, там, на три, на пять суток, вот так, это вам будет достаточно, то есть, один раз всплывая, солнце выходит. Да, в нижней части там налита вода, это своего рода подшипник, мы можем использовать любую воду, то есть, вы набираете воду из любого источника. Он повернется за счет системы позиционирования, которая смещает центр тяжести этого шара, что вызывает его поворот и слежение за солнцем. Мы уже опробовали эту систему, но она у нас уже работает. То есть, работает, я не понял, то есть, да, уже работает, просто я работаю, не уйду. Да, то есть, это, как бы, даже с предыдущих испытаний, фотографии. Все, спасибо. Нет, можно, все-таки, последний вопрос. Вы презентовались на Сенегею аж в 2009 году, потом вы презентовались два года назад, я вас уже видела. У вас динамика какая-то. Что у вас изменилось за три года существования проекта? Ну, во-первых, мы с Сенегеем презентовались только в прошлом году, вот, прошлым летом. Вот это сто процентов, я вам могу сказать. Да, во-вторых, у нас тогда был, если вы помните, такой вот некий ужасный шарик 40 сантиметров, который сдувался там за 30 секунд и который, ну, был на тазике, да. Сейчас у нас здесь уже прототипы и уже отлажена система. Мы уже подали патенты и, в том числе, как движемся постепенно в технологическом основном плане. Все. Спасибо. Спасибо большое, что я занимаюсь. Немножко по рекламенту, что мы делаем дальше. Сейчас у меня дает все источники с оценками. Все. Это все люди, кто у нас остался и дожил до финала. Я хочу поблагодарить всех членов жюри, что вы потратили свой вечер на просмотр презентации проектов, на судействие. Я хочу поблагодарить всех проектов за презентации, кто до нас доехал, там, в других регионах. Давайте мы начнем с вручения диплома финалистов. Тем проектом прошу выходить по одному человеку от команды. Электронный поводник для слепых электросонар. В центре зала стоит фотограф. Смотрим туда и улыбаемся. Вот с этой стороны. Диплом. И всем достаются призы от Манн Иванова Фербера. Крида Боун. Оставайся, оставайся. Вот, проведи, пожалуйста, только в край. АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя книжки. Все, спасибо. Проект «Айтэйвик». Не убежали, вы не убежали. Вижу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломы книги. Фотограф. Туда. Смотрим на фотограф. Комманд-спот. АПЛОДИСМЕНТЫ Проект «Айтэйвик» сидит на последнем ряду. Я же все равно всех позову сюда. Вы двигайтесь ближе. Книги. Спасибо. Хит «Эльт». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поптограф в центре. АИБИНОМ АПЛОДИСМЕНТЫ Держи. АПЛОДИСМЕНТЫ КРИТЕЙЛ «РОКЕК» АПЛОДИСМЕНТЫ САН-АЙС САН-АЙС ДУВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сайт-фик Юр. Сюда. Сюда. Да. Сюда. Продукт-тест. Продукт-тест. Книжечки тут? Встаньте поплотнее, пожалуйста. Еще четверо должны выйти. Пенкси. Книжки там. Книжки. Open Doors. Спасибо. Adaptive Learning. Книжки здесь? Спасибо. Книжки на девушке. И ему на слайд. Все. Спасибо. Дальше у нас идут спецпризы. Сертификат финалиста конкурса бизнес-проектов на поиск лучшего сотрудника. Проект Retail Rocket. Делайте, пожалуйста, шаг вперед. От IT-мозга. Следующий сертификат вручает Михаил Цыганков. Он убежал уже? Тогда я вручаю. От компании Global Tech Innovations на 5 часов менторских сессий. Продукт-тест. Следующие два сертификата от Softline Venture Parters вручает Антон Белоусов. Всем привет на кроме финалиста. Спасибо. Да. В общем, старался выбрать тех, кому нам нужны наши призы. Я сейчас скажу, какие. И, собственно, кто именно сможет лучше всего воспользоваться и воспринять. Потому что, с одной стороны, призы – это прибыль от услуг от наших портельных компаний. Компания, которая подходит у нас на различные B2B-проекты, там IT-шные проекты, поэтому досматривалась на второе. Это тоже торгово, условно, 5 часов. Мы пристать, я думаю, будем больше, если понравятся менторские сессии, как их называют, консультации. В общем, промывки мозгов правильно. Это проект Retail Rocket. Я надеюсь, что мы, если Коля сам придет за советом, уже будем не только копил ломать, но и второе – это PMS. Следующие сертификаты вручает юридическая компания «Райт» Иван Зеленин. Спасибо. 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 Хотелось всех управлять, потому что группа для нас был очень непростой. Что мы думали, что мы спорили, представляли от разных людей. И в результате решили сэнча. Хотим предложить, ну, есть это бесплатно, свои услуги по правовому сопровождению компании «Альбинон». АПЛОДИСМЕНТЫ И, как сказать, тогда вопрос для нас был очень непростой, потому что хотели дать многим, но, к сожалению, пришли к этому наглазу. Тем не менее, решили своим собственным договоренностям чуть-чуть изменить и предложить еще одному замечательному участнику – это представитель группы «Электро-Колуберян» проекта. В отсутствие сертификата тоже предложить. Визивку. Визивку. Пожелайте вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Далее. У нас была учреждена специальная облачная номинация от компании «Майкрософт» на гранты «Windows Azure» и вручает Дмитрий Бутянков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Следующие призы это путевки в акселератор и полуфинал бита, соответственно, и возможность бороться далее за главный приз вручает российская медицинская компания Екатерина Петрова и Андрея. Спасибо. 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 Спасибо большое, Андрей. Собственно, путевки в акселератор распределены. У нас остался самый главный приз – это денежный призовой фонд, который, как здесь уже многие заметили, был традиционно поделен на две части, потому что не смогли жюри договориться, кому одному отдать этот приз. Спасибо. Суммы равны, но место есть первое и второе. Второе место и сумма в 6,5 тысяч долларов уходит от проекта «Пенкси». АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. И победитель всего конкурса. Также проект получает 6,5 тысяч долларов проекта «Айбином». АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ. Спасибо вам. И если у членов жюри есть какие-то комментарии, пожелания, могу дать микрофон. Вадим Номировский. Сейчас они сфотаются. Они сфотаются. Они сфотаются. Что-то у вас там не одна девочка. И немножко слов у членов жюри. Вадим Номировский. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 Спасибо большое за сегодняшний вечер. Я хотел бы на самом деле поделиться своими впечатлениями, наблюдениями, которые вот формировались по ходу сегодняшнего мероприятия. И как-то вот свои эмоции по ходу въезда рассказать. Я просто так с предыстории чуть начну. Я сам участвовал в конкурсах много. Двумя проектами. Доходил до финала. Один был второй проект. Я тебе скажу. Я не один из них реализовал. Он сделал третий бизнес и начал им заниматься. Я его не презентовал в книге. Я просто, чем я хочу заниматься в ходе данных мероприятий. Я сформировал понимание о том, что должно быть. Какие вопросы? Это самое ценное. Что вот девчонки делают для вас, я считаю. Когда собирают, ну вот организовывают всю эту инструктуру при поддержке всех наших замечательных спонсоров, собирают здесь профессиональных инвесторов, которые задают правильные вам вопросы. На самом деле, не то, что вы, правда, себя держите. Ценно на самом деле. Ценно то, что вы, если вы умны, а я уверен, что умны, вы это уезжаете в своих головах. Те вопросы, которые вам задавали, и если вы научитесь на них отвечать по своей жизни, я уверен, что вы достигнете успеха. Я хотел бы... Это, наверное, хорошее, плохое. Не знаю, воспринимайте, как вы хотите. У меня, по ходу, значит, сегодняшнего мероприятия, эмоции двигались, ну как бы, сначала так вот наверх, а потом как-то резко упали вниз. Объясню, почему. То есть, пообщавшись с нашленами жюри, я понимаю, что есть люди, которые... Мы о них еще там через год точно услышим, которые здесь стоят, на этой сцене, которые придут и на следующий конкурс расскажут нам о своих успехах. Не о том, что они собираются сделать, хотя это то, что это очень важно, а о том, что они сделали, каков у них трек-рекор. Я услышал только от нескольких человек сегодня в их презентации, то, что прозвучало, каков у них опыт, что они сделали реально к своему проекту, что они сделали в предыдущих проектах. И тем самым мы уже показали свои компетенции. Это очень важно. Те, кто смотрят на данный конкурс как способ поднятия денег, призовут денег, это тоже очень важно, но не собираются реализовывать свою идею, вот поверьте мне, они не стоят ничего. Я уверен, что каждый в этой речи он себя, надеюсь, услышит, сделает какие-то выводы. И я надеюсь, что каждый следующий конкурс, который будет проходить, он будет проходить именно на той ниве, что многие инвесторы на всех конкурсах принимают участие, все вас видят. Рассказывайте о своих успехах, делитесь искренне тем, что вы хотите сделать, и не лгите себе. И будет вам счастье. Спасибо. Всем спасибо и всем приятного окончания вечера. Спасибо вам.